Ну я космочистик классный, да? Конечно, конечно. Сам себя не похвалишь, как говорится. Я на самом деле самокритичный. Кроме того, говорят, люди обыденно осознают. Ой, Стив какой-то умный. Я говорю, я настолько умный, что знаю, знаю. Что я ничего не знаю. Что ума прожди не существует. Я очень рада, счастлива. И как правило, встречаю тех, кто еще будет еще лет. Ну хоть это утешение, да? Нет, это дополнительная шкала, как Кельмин. Вот представляете, это температура не цель, но с тем, я не знаю. Представляете, на что у вас шапочка, на какие мысли вы думали? А может, ее еще раз потерять? Пробто хоккаркаркок, логическая ошибка. Так вот, у вас есть исключение иудаизм. Белоруссия и так далее. Зла в природе не существует. Очень рада всех. Семень добра. Умер. Добра, ну, потерясь в журнале. Это было только консерву. Так вот, для тех, кто вы. Умер. Ну, смотря кого-то. Это гидрорист. Для кого-то это радость. Для кого-то это. Нет, это не так далее. Я вообще не видел, что мы не положили. У них нету тесанта. Не убей, так далее. Хотя бы. Испомнил, что он сомневался в журнале. Так вот. Сейчас это единственный гендарий, который выходит. Наш дезагрог. И теперь в году дальнейшем. И еще один дезагрог. Дезагрог хорошо издают. Выдальницы своей широкой точки зрения. Наташ, позови там нашего. Субтитры делал DimaTorzok Спасибо. Внимание! Господа! Господа! Лена, Наташа, где вы? А вы? Нет, вы обязательно подойдите сюда. Глаза в газар. Потому что сейчас будет важно. Вы знаете кого-нибудь еще? Ну, Уиллера я лично знаю. Ну... А вот двух мы не знаем. Значит... Этого знаю. А этих не знаю. Стива, потихонечку. Сейчас я сделаю пару объявлений. А потом снова возьму председатель. А потом он тебе даст. Это слово. Значит, два... По-моему, два главных объявления, пожалуйста. Значит, объявление номер один касается проблемы инвентаризации. У меня на столе лежат некие бланки, которые вы должны кто... Посмотреть, каждый сам себя найти и дважды там расписаться. Без даты. Без даты. Два раза. Да. Речь идет, вообще говоря, о списывании нашей аппаратуры. Так я понял. Ну... Значит, я расписался на двух экземплярах. Это касается, конечно, в первую очередь тех, у кого есть грантовская аппаратура. А за кем что-то чистится? Есть это сейчас? Да. Это не обязательно чистится. Пожалуйста, все кости. Вы поняли, да? Что на столе лежит? Посмотрите. Александр Владимирович, вы тоже поняли кости? На каком столе? У меня на столе, где я сижу, лежат скрепленные вот эти бланочки. Вы... Там напечатано ваше мамилие, и внизу имеется чуть ниже... Вот, в основном, это надо сделать. По просьбе Сергея Сергеевича нашего, заходила, и Александра Ивановича, пожалуйста. Это нам облегчит, так сказать, в нашем прохождении всех этих дел. Да. Второе объявление. Второе объявление. Значит, по поводу годичной конференции. Этим занимается Игорь Семенович Дровинников, собирает наши заявки. Вот. И до сих пор поступило очень мало заявок, а 11 число – это последний срок внутри нашего отдела. Вот. Поэтому, прошу, если вы собираетесь все-таки годичнее выступать, не тянуть до 18-го, это когда уже хайфун все окончательно требует, вы должны внутри отдела выбрать... Вы должны написать название темы, фамилия, 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 плюс, где вы хотите выступить. Если у вас жгучее жирное выступить на тренарном, напишите, хочу выступить на тренарном. Но это не значит, что вы обязательно попадете на тренарном. Потому что будет какой-то отбор, и мы будем смаживать. Валерий Павлович, что требуется... Валерий Павлович, все готово. Валерий Павлович, по истории астрономии, и семинары по истории физики, посвященные памяти Абрама Леонидовича Сельдманова. Значит, наш докладчик... Сколько вам... Валерий Павлович, я прошу по максимуму... А, попросите. Больше, то есть 4 в 4 не могу, потому что... Часа... Часа достаточно? Ну, более-менее, да. Ну, все, значит, мы начинаем нашу... Хорошо. Ну, как, спасибо, конечно, за возможность выступить у вас докладом памяти Абрама Леонидовича Сельдманова. Он, ну, не настолько известен, как, скажем, Петровск, который тут на днях был, где стояли в очереди, как в Макзолей, чтобы на его лекцию попасть. Тем не менее, человек тонкий, глубокий, достойный того, чтобы его не забывали, и вклад в науку у него совершенно нетривиальный. Ну, статьи по космологии во многих энциклопедиях, это его... Ну, есть одно количество учеников, вот я один из них, с 1957 года, с пруссовой работы у него. Ну, я сначала скажу коротко так, о биографии, затем о научном содержании его... достижения, его подхода. Он родился 15 мая 1913 года в городке Гадич, Полтавской губернии. Отец Липа, ну, сколько их пишут, Леонид Абрамович Зельманов, мать Ревека Даниловна, девички Фонарёва, Зельманова, и на границе 117-118 участка Востряковского кладбища, они все покоятся, его родители, с 1972 года его отец, и с 2007 года, потом через пару лет его мать, и затем рождесят Зельманов. Ну, его родителей мы хоронили, у него не было детей, и... Прошу прощения, сейчас выключу. Прошу прощения, забыл выключить, хотя... Звучит. Значит... Звучит. 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 Я делаю доклад, так что прошу позвонить мне часа через полтора. До свидания. Так, я, значит, выключаю. Чтобы... Значит... Консилиум врачей запретил матери рожать, но один врач сказал, все-таки надо рискнуть, и он был единственным ребенком в семье, и они так его любили, и он так их любил, что это мешало ему в дальнейшей семейной жизни, потому что жены, в конце концов, говорили, или мы, или родители. Он убирал родителей. И так было неоднократно. Я не считал, сколько у него было жен, но когда, наконец, последняя мать его скончалась, уже он женился, у него была падчерица, которая сожгла все его архивы за ненадобностью для нее. Ну, и вот тогда он уже жил с последней женой до самой своей смерти. Значит, он родился, я как сказал, в Гадичи, в Полтавской губернии. Дед его учил ивриту, италмуду, и это как-то нацелило его на глубокое отношение к реальности и ко вселенной. И глядя еще мальчикам на календарь, там такое-то число, он спрашивал, а какое сегодня во вселенной число? Вот были у него такие вопросы. и выбрал по этому дисциплину, которая сочетает и сложность, и глубину, космологию. И в 30-е годы, вот если это как астрономический журнал за 39-й год, Флори вел как погибший в начале войны ученый-секретарь астрономического журнала, там говорится, что аспирант комсомолец Зельманов давал отпор, так вот, значит он и членов КПБ был, и аспирант комсомолец, но при этом закваска у него была вот такая, вот это влияние через поколение, через советское поколение, которое было сильно в одном, во львом, а в интеллектуальном отношении сила была вот традиционно с предыдущими, предыдущей глубокой культуре, в данном случае иудаизма. И он давал отпор вульгарному материализму, потому что считали, что в общей теории относительности это фидеизм и поповщина, это каннибальские пляски в тензорных нарядах. Я цитирую сейчас Шкловского, одного вот такого вульгарного материалиста. Ну и Эмбар Цумян, Эфисенков его ночью руководителем был, они вот так вот, как он свою культуру философскую и вообще интеллектуальную направил на защиту дилектического материализма. Я сам был свидетелем выступления Кольмана, ну это 56-й или 57-й год, уже была какая-то оттепель, Джугашвиль уже скончался, и Кольман, который улавливал изменения настроения наверху, выступил с докладом, ну я слушал, поэтому цитирую, о совместимости дилектического материализма с тензисом пространственной конечности Вселенной. Ну, говорит, что Лобачевский и Червяков мог бы, в принципе, всю Вселенную ползти и убедиться, что она безграничная, но конечная. Ну, объем трехмерной сферы, вот два пик квадрата в кубе, где радиус кривизы, значит, конечная величина сегодня 38-й сантиметра. Значит, вот объем нашей метагалактики вот под горизонтом событий. И стоял, вот как сейчас помню, вот там, где Юрий Николаевич Ефремов, там стоял Мартынов, директор ИГАИШ, и сказал, тоже цитирую фразу, которую запомнил, «Эта точка зрения противоречит пролетарскому мировоззрению». Нет, 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 я говорю, там был, Зельнов сидел, вел это семинар, а Мартынов тут стоял, ну, это, я так представляю, что вот, а тут вход был в конференц-зал ГАИШ, который с 52-го года так и стоит, ну, с 53-го, 4-го. Значит, вот, Зельнов был, вот, хотя стороной директического материализма и лояльной к партии, тем не менее, вот, противостоял ульгарному материализму, и вот здесь поддерживали амбратсумен Фисенков. Ну, он до 24-го года жил со семьей в Харькове, затем до 27-го года в Ленинграде, и с тех пор по 87-й год, уже вот 60 лет, жил и скончался в Москве. У него был, значит, в 40-37-м году он закончил, значит, ему было 24 года, МИХМАТ МГУ по астрономии. С 42-го года уже он читал лекции по теории относительности в ГАИШ от Государственной институте Штернберге. Ну, Тернберг тот только Кремль расстреливал, большевик, но при этом тоже принадлежал к звездному братству астрономов. Я его уже прятал на обсерватории, что вообще нехорошо. Большевистка ментовки хранил в 5-м году на красной прессе. Так, это к букве Ша в том названии, которое я сказал. Значит, в 44-м году он захитил кандидатскую диссертацию о кривизне сопутствующего пространства. Я читал это уже, там она хранится в библиотеке ГИЖ, листочки рассыпаются. И Степанов, специалист по уравнению, говорит, что это докторская, давайте как докторскую, но время было военное, и важно было получить карточки со степенью, значит, продуктовые карточки более льготные. И он поэтому кандидатскую, равную по усилию докторской, оставил как кандидатскую, а докторскую существует только в 82-м году, когда ему уже просто или уходите из ГАИШа, или формальные признаки, или остепеняетесь. И он, значит, в 82-м году Псковский на него надавливал на это, значит, он все-таки защитил эту диссертацию, написал эту формулу, больше ничего не написал, ну и, конечно, прошел блестяще, потому что, ну, все знают, кто такой Зельманов, это была просто простая формальность. Значит, докторская называлась «О поведении и свойствах трехмерных физических пространств». Ну, он был, ну, чрезмерный эстет в науке, и так редко публиковался, потому что, ну, есть люди, которые некритичные, пишут и публикуют, и публикуют, публикуют. У нас на мехмате, прошу прощения, это назывался «Научный понос». Человек много поверхностных работ пишет, 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 ну, графомания – это биологический эквивалент. А он так, они так строго себе это здесь, что вообще не публиковались. Ну, даже, скажем, Эйнштейн у одного из таких, что если он считает, что работа серьезная, значит, Эйнштейн смело публикует свою работу. Вот Зельмак был такой, что он публикал, но предельно редко. Первая работа, 56-й год, а последний, 87-й, 8-й же после его смерти, о своих хронометрических инвариантах. Их было всего несколько – хронометрические инварианты, кинеметрические инварианты, монадный формализм. Ну, на самом деле, это все довольно простые главы дифференциальной геометрии, но астрономы этого не знали, и то, что он это знал, а никто, кроме таких людей, как Зельмак, не могли это внести в космологию, за ним это серьезная заслуга. Ну, о сути этих я еще скажу. Значит, в 52-м году, когда преследование евреев, его уволили, он тяжело переживал, он же очень лояльный, член партии, и его, ну, сквозь удалось удержать, не исключить, хотя там как-то тоже мешали его карьере. А Зельмаков очень тяжело переживал, два года он читал лекции в Планетарии по 54-й. И когда меня, как ученику, поручили написать статью о нем, я взял личное дело с разрешения Анатолия Михайловича Черепощука, который для меня просто Толя Черепощук. И в личном деле я прочитал протокол ученого совета 54-го года о возвращении Зельмана до старшего научного сотрудника в ГАИШ. Значит, там человек 16 был, и 5 человек голосовало против тайны голосования. Все до более знакомой фамилии, там, Кукаркин, Куликов, там, Куликов, ну, в общем, все. И 5 человек было против того, чтобы Анатолий Михайлович Зельманов вернулся в свой родной ГАИШ. Это мне напоминает то, что когда человек читает личные дела в КГБ, после того, как КГБ разрушилось, обнаруживается, что близкие друзья были доносчиками. Так что что такое научное сообщество, не надо забывать, не надо его идеализировать. Потому что каждый себя считает, да тут же психология социальная, каждый себя считает талантом, поэтому он не может равнодушно относиться к тому, кто более талантлив. И тут вот началась такая игра, где не хватает людям ни совести, ни интеллектуальной честности. Но в Совете было 25 человек все-таки. Я говорю о тех, кто голосовал. Да-да-да, пятая часть. Я ссылаюсь на конкретный протокол, а ты имеешь в виду другую историю. Да нет, я говорю, только пятая часть голосовала в Совете. Нет-нет-нет, там было 16 человек, присутствовало. Юрий Николаевич, напишите историю свою альтернативную. У нас же история вся альтернативная. И до сих пор, значит, я говорю то, что там было. Там было 16 человек. Просто присутствовало. Да, присутствовало. А, присутствовало. Ну, присутствовали, списали списки. 25 человек, а 16 расписалось. А тайны голосования и так далее. Ну, сейчас не об этом речь. Это, думаю, что как Абрам Леонидович мог себя чувствовать в таком коллегии. Хотя понимали, что он очень тонкий, изящный. У него большое искусство, интерес к филологии. Он мне говорил там, что вот концепция Девы Марии, что Атула Белумаиша, значит, три по наеврите названия, значит, невинная девушка, носительница первенца и родившая. Это три разных названия. Так вот, Дева Мария, это была носительница первенца. Но это такая, я бы сказал, несерьезная концепция Девы Марии с переводом на разные языки. Хотя это вещи на самом деле серьезные. Потому что, если книгу «Бытие открыть», она была написана еврите, а Новый Заветский кто агент на греческом, а сам Христос говорил на арамейском. То там, что создал Бог небо и землю, на самом деле было написано, что можно перевести. И разделил он небо и землю. То есть было нечто, которое разделил. То есть даже догматы, вот надо знать, в общем, глубже термины исследовать, чтобы понимать, как развивалось представление о мире и как возникали мировые религии. Вот земля глубоко копал, и вот такие вещи, по-моему, он обращал внимание. В частности, ему приходилось писать о Вселенной, значит, он различал понятие «вся Вселенная» – это совокупность частей, без относительных к целому. Набор частей. Вселенная как целая – это целая, без относительных к самочистям. И Вселенная как целая, то есть как части связаны с целым. И при этом даже формулировки, значит, космологии, с наукой, Вселенной, как целой, и оба ее составляющих частей, так вот это словосочетание, вы можете заменить, что не то звуковой ряд получается. В общем, он на это тоже обращал внимание. С механометрический вариант, он, значит, обращал частные производы со звездочкой. Кинеметрические варианты – серп лунный, монадный формулир, солнышко, и буквы, значит, монады – это «б», «бесик» основной, единственный. Ну, в общем, вот такие вот прямо, он как бы скупой рыцарь науки. Когда я к нему попал первый раз, Игорь Новиков пришел ко мне в общежитие в главном здании. Что хочешь к нам сказать? Говорю, я хочу. И вот я к нему попал. И пошел, он жил на Альдорадовском переулке около метро «Динамо», он лежал, значит, так вот, что в моем сердце мотор глохнет, там у него было полметра рядом рукописи, готовности от 5 до 99 процентов. Вот это вот как сокровище его. Ну, и спрашивал там величины, так сверху, внизу, там, в общем, ну, чтобы понимали, чтобы как его будущий ученик. Ну, и потом мы с ним так сошли, что он мне был прямо как вот очень родной человек, очень смешливый, очень много знал анекдотов. Но это уже немножечко тема другого рассказа. А 15 мая каждого года мы собирались, у него это была просто большая семья. Там был Леня Грищук, там были его ученики, там были... Ну, в общем, мы ему как бы заменяли семью. И для нас он был просто очень родной, близкий человек. Истинно, великие люди всегда просты. Вот он был предельно прост. Но при этом, все-таки, человек высокотеллектуального уровня. И все очень изящно формулировал, в частности, вот отробный принцип в 65-м году, что мы являемся свидетелями определенных принципов Вселенной, потому что другие были бы бессвидетели Вселенные. Значит, тут он, по-моему, один из первых. Или первый был вот в этом. Так, ну вот, теперь о хронометрических инвариантах. Вот в математике до сих пор, сейчас уже как бы немножко к научной части первой. Что такое хронометрические инварианты? Значит, ну, история такая, как он мне рассказывал. Там была война, эвакуация, он попал в Ашхабад. И там где-то в аэропорту он подумал, какое же величину, вот, ну, плотность энергии, там и потоки энергии. Как ее описывать? Тензор энергии импульса, там, T, меню, это координаты T, X, Y, Z. T время, X, Y, Z, три пространства координаты, вот, раз, два, три. Ну, в искрежденном мере, что, в сути, не меняет. Их все равно три. Так вот, что? Т, 0, 0, это как бы плотность, а вверху эти два индекса или внизу, или один вверху, другой внизу. А потоки T, 0, Y, Y, это координаты на 1, 2, 3 индексы. Опять-таки, вот, много разных комбинаций. И тут же, говорит, за 15 минут он сообразил, что нужно T, 0, 0, там, та, делить на G, 0, 0. А там, T, 0, и на корне G, и, значит, индексы должны быть внизу. Ну, в общем, сразу создал метаконометрический инвариантор. Это означает, что, если мы фиксируем линии времени наблюдателя, вот, наблюдатель на месте, а время тикает, иначе пространство-времени мировая линия. А пространство координат только нумерует его мировую линию. То, ну, допустимы все преобразования, где пространство координата через пространство, поэтому константа в мировой линии те же самые, а остальные временные сечения, T, можно производить как угодно, а определенные этим земным величины не зависят от этого выбора. Значит, он зафиксировал систему отчета, конгруенцию или семейство линий времени временоподобных, как дополнительную инвариантную структуру. И в чем смысл был этого? Ну, значит, математики до сих пор не различают системы отчета, системы и координат. Разница очень простая и принципиальная. Вот у вас улицы, я свой пример совершенно беру, простой. Улицы, там дома, они перенумерованы. Их можно, в принципе, как угодно нумеровать, ну, с оброжением удобства. Дома стоят на месте, и какие-то номера меняют, и все. Это координаты данного дома, что вы можете по координатам найти, что именно это дом. А если это система отчета, то там должен быть физический смысл в номере этого дома. Ну, например, расстояние от начала улицы, сколько железная дорога, там расстояние от начальной железной станции или от мавзолея Ленина, значит, там, это уже имеет физический смысл. Тогда если вы это меняете, то вы должны дома эти на новое место ставить. То есть координаты – это длина. Но координаты так и родились. В числовом пространстве там x, y, z, x – это на число прямое расстояние от начала координат отмеченного. И почему имеет смысл фиксировать такие дополнительные структуры, вот система отчета. Вот возьмем плоский мир. И возьмем ускоренность наблюдателей. Ну, вот у нас ускорение 10 метров секунд за секунду вот в этом зале. И есть принцип эквивалентности Эйнштейна, который звучит очень просто. Гравитация, инерция, эквивалентность. Значит, если вы берете ускоренность наблюдателей, вы можете сказать, что это никакое не ускорение, никакие не силы инерции, а это гравитационное поле. Раз они эквивалентны в ту и другую сторону. Вы можете трансформировать на спутники гравитации в центре массы, в Международной космической станции. А можете, наоборот, создать от лифта Эйнштейна, там, если лифт падает, то нет гравитации. А если в плоском мире ускоренно его поднимаете, то возникает гравитация. Визически, математически, значит, это эквивалентная вещь. Если есть гравитация, значит, есть плотность энергии, ну, гравитационная, она равняется минус квадрат ускорения делить на 8 пижа ньютонова. Значит, она отрицательная, потому что потенциальная энергия отрицательная. И вот в этом здании, если все здание взять огромное, это будет какая-то доля минус миллиграмма. Масса гравитационная вот эта. Вот поэтому. Итак, значит, принцип эквивалентности Эйнштейна плохо работает. Потому что мы можем в плоском мире брать какие угодно системы отчета, стало быть, какие угодно вакуумы, и в квантовой гравитации, кстати, не связанной с преобразованием и боголюбов. То есть много плоских вакуумов. И Зеленов это понимал. И надо зафиксировать систему отчета. И когда современные работы пишутся, там уходят на бесконечность, где нет, и берут, по сути, систему отчета, и вот с нее глядят. Там это уже отдельная концепция гравитационной энергии. Я о ней, может быть, тоже скажу пару слов. Значит, нужно фиксировать. Мой подход был... Значит, да, ну вот по поводу... Это хронометрические варианты. И мы курсовой писали, Игорь Новиков, и я, что предлагаем Эйнштейном, Ландау Левшизом, Севдотензор, физические бессодержательные, потому что мы меряем преобразование координат, сохраняя систему отчета, и значит, ничего там все меняется, а не должно меняться, раз это физическая величина. То есть хронометрические варианты — это перевод мировых величин на приборы. То есть это операциональный подход, так же, как у Эйнштейна, что вы синхронизация по Эйнштейну, полусумма моментов отправления светового сигнала возвращения, приписываете полусумму моменту прихода в конечную точку. Из одновременных событий тогда получается плоскость ортогональной линии времени, и набор этих плоскостей при наличии вращения не огибается какой-то гиперповерхностью. Поэтому физическое пространство — это не поверхность сечения пространства времени, а это ограниченное на любое сечение. Вот эти площадки ортогональной линии времени наблюдательности одновременные. Ну и тогда нужно операторы ставить. Алгебра — это совершенно элементарно, но операторы и коммутаторы этих операторов — это уже нужен разработанный формализм, и тогда получаются большие, довольно сложные выражения. И если вы переписываете уровень Максвелла в этих вращающих системе ЧОТВАС, появляется эффективный магнитный заряд, пропорциональный напряжению магнитного поря и угловой скоростью вращения. И когда вы рассматриваете нейтронные звезды, которые тысячи оборотов в секунду делают, и сверхсильные магнитные поля, то чтобы там работать, надо этот аппарат применять, потому что и мир закручен, и звезды крутятся, и те люди, которые до этого дошли, а потом узнали про работу Земли, мы Земли недооценивали. Ну, Пен Роуз, там и другие люди, которые занимались описанием грационного поля, сильно вращающихся вот этих пульсаров. Так что, действительно, это имеет физическое значение, это проекция, как бы, на наблюдателя, на приборы, на языке вращения, деформации, ускорения, и трехмерного пространства. Значит, история здесь такая, что у Ньютона, если два слова, тогда даже полтора, было абсолютное время, абсолютное пространство, и это надо понимать. В природе их не существует, и Ньютон понимал, но не возникает науки и механики вот без постулирования того, что вот в природе не существует такие идеализированные геометрические образы. На этот счет я сделал такое утверждение, опубликовал его, человек разум, начинается там и тогда, где и когда, он с несуществующим, начинает действовать как с существующим, то есть начинается с мифа. В том числе все научные понятия, это научные мифы, они имеют предел применимости. И было времени, когда времени не было. 30-70-х миллиардов лет назад, большой взрыв, возникла материя, и пространство, время этой материи. А там новые, более глубокие, первичные понятия. Это опять-таки другой разговор. Но Зеленов не говорил однажды, что бесконечно малые, бесконечно большие величины эквивалентны. Что он имел в виду? Я так и не... Нет, я догадываюсь, что он имел в виду. Тогда не было этой дуальности струнной космологии, что есть астралиционные моды, обратно пропорционально длине волны, то есть пропорциональная частота, и топологические, где как раз вы наматываете на компактные дополнительные измерения, потому что пространство в времени не источник состоит, точки бессодержательные, величинского смысла не имеют. И тогда там пропорциональные размеры и число намотки. Так вот, складываем те и другие моды, меняем преобразование инверсии, получаем эквивалентную систему, значит, бесконечно большие, бесконечно малые размеры эквивалентны. И в Стринге Спирт, то есть струнной космологии Венециана, он говорит, что мы видим расширяющую Вселенную на языке легких фотонов, а если бы у нас были датчики с сверхтяжелыми частицами, то это же выглядело бы как сжатие. То есть это к тому, что понятие даже длины интервала времени, ну, планковская длина 10 мм 3 сантиметра, на скорости это 10 мм 43 секунды, эти величины, там исчезает применимость понятия времени, там возникает новая физика, которая заказывает новую математику. Эта квантовая аккредитация, она еще не построена. Значит, вот Зельмах это как-то улавливал, хотя еще не было никаких струнных теорий, это задолго было до этого, но он имел в виду, что линеек нет, они сделаны из вот кристаллов, там, ионы, электродинамика, а там единое взаимодействие, которое еще мы не нашли, и, значит, там и понятия другие. Это я индустрирую, что термин, что все научные понятия, каждый имеет предел применимости, и сами зовут их обобщение. Так вот, у Ньютона было, значит, абсолютное время и вступное пространство, а в общей вероятности они соединились, стали тенями, это работа 1908 года Минковского, так надо заниматься не тенями, временем и пространством, а тем инвариантом, который бросает эти тени. Так что единое решение называет теорию относительности не столько релятивиста теории, как инвариантом теории. Это вот подход Минковского. Значит, соединили. Идеально называют 4 плюсное расщепление единого четырехмерного мира событий на межмерные точки. Значит, время тика, это точка фиксирована, значит, это мировая линия. Значит, и когда мы квантуем, там надо уже понимать, что расстояние между Планковской не имеет смысла, так вот они не имеют смысла настолько, что даже бесконечно малые эквивалентны бесконечно большим. Ну, потому что, чтобы заметить и физически чувствовать, что бесконечно малые, нужно набрать излучение бесконечной частоты, бесконечно малой длины волны, а в принципе, теории исследователи, что даже столкновение двух пылинок или двух фотонов сверхвысокой энергии может родить по массе всю Вселенную 2 на 10,56 степени грамма. Теоретически это возможно. Это, я сейчас говорю о пределах применимости привычных нам теорий. И нужно к этому быть готовым, что знать, в какую сторону физика развивается, когда вот мы от Ньютона переходим к Эйнштейну, а потом нам нужно же пост-Эйнштейну космологию строить. И не в тупики идти, а вот учитывать вот эту логику развития теории. Изельман говорил, что критерием естественности и теории является то, что и в новом уровне знания выживает, что-то отпадает, а что-то выживает. Вот пространство и время вместе выживают. Но как наблюдать? Вот хронопедористские варианты как раз и фиксируют систему отчеток, где переводят четырехмерные мировые характеристики на язык наблюдаемых. Это физический подход. Это построение теории операционально. Ну и тут он следует Эйнштейну, который для него был богом, и поэтому не мог выйти из-за рамки Эйнштейновского подхода. Так что это сила земная. В этом же и была слабость, потому что сам Эйнштейн после гениальных теорий писал ошибочные теории, но сами ошибки интересны, потому что они были выполнены другими физиками в том же направлении двигаясь, но более адекватно. Это вот как бы драма развития научных идей, не ошибок, что можно экстраполит, раз понятие имеет конец пределности. Так вот, Зельмон чувствовал вот этот смысловой стержень науки и даже какую теорию еще более близкой к истине понимал, что понятие тоже имеет предел применимости. Так что улавлен смысловой стержень. Это вот от того, что его учили Талмуду, а там тоже основание догматы в детстве, и вот эта культура мышления, она работала и работает. Так, ну и его также интересовала, например, относительность бесконечности. Ну, на самом деле, простая. Вот, возьмите, конус, и там были гиперболоиды, гиперболоиды, сечения разные. Есть конечные сечения, элипсоиды, а есть гиперболические сечения, бесконечные. И он даже говорил, что бесконечное может быть конечной частью конечного. Ну, потому что, ну, скажем, мир Деситера, наша метрика в стене квази Деситера, это однополосный гиперболоид в пятимерном мире Менковского, четырехмерной, трехмерной сферы ортогональной оси времени. Ну, и, конечно, еще раз славится на плоские гиперплоскости трехмерные. Но четырехмерная кривизна отлично от нуля, в мире Деситера, как известно, где все сводится к скалярной кривизне. И вот они бесконечные, а все-таки в основании лежит вот эта комплексная сфера Деситера, конечного радиуса кривизны 10-28 сантиметра и полная масса, и порядка 10-56 грамм. Ну, если так немножечко увеличить, то суть это не меняет. Значит, Гильберта в 2030 году опубликована работа «Опознание природы и логики», где он говорит, что актуальной бесконечности в природе не существует. Потому что она берется из формулы «и так далее до бесконечности», что мы смотрим на мир как картинка калейдоскопа, ну, чем больше знаем, тем шире эта картинка, больше в себя вбирает, а дальше она отражается бесконечности и так далее до бесконечности. Как говорил Хольсон, если бы в куске все меди жили жители, они бы считали вселенной из меди. Так вот, ошибка в слове «так» и «так далее» никогда не бывает. Это глубокое смысловое преображение всей картины мира, когда мы доходим до предела применимости старых понятий, и совершенно новая картина возникает и космоса, и места человека в космосе. То есть вот эта вот глубокая процессивность, сама истина процессивна, потому что мы не можем познавать нестрой понятий каких-то, а при этом даже знать, что они имеют предел применимости, иначе всякие опоры Зенона, парадоксы и так далее. Значит, вот этот идеологический характер познания надо учитывать, что Дизельманов это чувствовал. Значит, ну, лекции он читал, ну, довольно скучно. Я имею в виду, что он сам говорит, что это мухобойная работа, мухи дохнут, это его выражение. Вот медленно пишет, каждый значок пишет, но все досконально, что-то до последней точки все понятно. А потом вдруг у него перерыв, какие-то у него ассоциации неожиданные, быстрые, раз-раз, и снова, как молния. Вот у него за этой мухобойной работой были такие вот интеллектуальные землетрясения. Вот это я был свидетелем его лекции по общей относительности. Я говорю, Абрам Ледович, нам вот физик Цветович Вадим Николаевич читает термодинамику, и за две лекции всю термодинамику прогнет, вообще теоретическую физику, всю термодинамику со всеми формулами. И мы говорим, как, неужели вы это все помните? Да, как-то вот это, в общем, я знаю, он сейчас работает в студии общей физики, мы с ним встречаемся где-то уже на полставке, так что вот такой вот был молодой. Я говорю, ну, Абрам Ледович, ну, смотрите, как он читает, ну, мы просто в восхищении, как он, чтобы угнаться, затаироваться. Да, говорит, на моей системе отчет, а время течет медленно. Вот он был такой человек, медленно, но в то же время, на изломах он был очень тонок и остер. Вот эти он всегда отличался. Значит, ну вот, я сказал о фиксации линии времени, и он всю жизнь искал хронометрические варианты псевдотеза энергии пульса национального поля. И Грюновику дал что-то, потом мне дал. Я взял формулу Ландау-Лившица в теорию поля, до сих пор несколько строчек этот, псевдотеза энергии пульса Ландау-Лившица, и я для Зельмановской величины его расщепил по просьбе Зельманова, это была моя дипломная работа. У меня одна формула занимала несколько страниц. Когда Мартынов открыл мою работу, он в ужас и восхищение пришёл. Какая сложная Зельмановщина! Как вы в этом ориентируетесь? Я говорю, так скромно, да как-то уж привык. Так вот, что такое формула здесь? Значит, то, что несколько строчек у Ландау-Лившица, несколько страниц убористых плотных формул. То же самое. Один плюс три расщепления, и там каждая буква продумана, и куча новых обозначений. А с другой стороны, это как бы блеска не считает. И Зельманов это знал, что если мы ищем в законе сохранения частной дивергенции тензор материи, плюс что-то, чтобы эта дивергенция равнялась нулю, то можно было интегрировать и закон сохранения получить. В такой форме, если ищем, то все величины псевдотензора, они все не годятся. И Зельманов это знал, поэтому работа моя никакого смысла не имела. Можно было две строчки доказать, что надо менять саму форму. Ну, брал, конечно, хронопедрически невероятную производную, но это, в сути, не меняет. Ну, я эту задачу, в конце концов, решил, если будет время, я коротко скажу об этом. Значит, это вот фиксация системы отчета, которая стала проблемой для определения гравитационной энергии. Затем, если мы фиксируем дополнительные образы, то есть не размерности 1, как линия, а коразмерности 1, набор гиперповерхностей, ну, например, пространства подобных, для гираковского подхода к гравитации это следует делать, называются кинометрическими вариантами. То есть, уже наблюдатели могут двигаться, как хотят, а у них определяется время. А кин – это, значит, движение. Значит, вот они могут двигаться, а инварианты, если фиксированы трехмерные поверхности, то это уже этот метод. А потом, в конце концов, что мы берем просто поле, векторное поле единичных четырехмерных скоростей, наблюдатели, даже, может быть, и пространство подобных векторов, и они определяют сами и конкуренцию, и ортогональные площадки, если они интегрируемы, то вот это трехмерное слоение пространства времени. То есть, на самом деле, это такая простая геометрия расщепления представления четырехмерного пространства времени, как семейство гиперповерхностей и каких-то там трансверсальных линий времени, которые могут быть ортогональны, могут быть не ортогональны. И вот это его был общий метод, монадный формализм, где уже просто фиксируется в коррелантном виде векторное поле. Ну, четыре скоростные наблюдательные, приобрели не единичные, значит, и тогда эти хроно-кинометрические варианты, это частные случаи. Но я подумал в 70-м году, как вот разделить один плюс три, а как еще четыре на две части интегрируемы разделить? Ну, Минковский уже сделал четыре плюс ноль, ну, значит, два плюс два. Значит, назвал диетным формализмом. В 70-м году об этом рассказал, в 73-м его публиковал. У нас тут 4 апреля уехал Пенроуз, я ему даже дал, что я ему напоминал, что я вручил ему в руки работу, которая 73-го года, диетный формализм 2 плюс 2 расщепление, это развитие идеи Зельманова, но для другого расщепления. Раньше, чем GHP формализм, Герочи Хэфт Пенроуз, который считается великим достижением математических аппаратов в общей теории относительности. Ну, значит, мы и себя не ценим, а на нас не более никто не ссылается, но вот это такое развитие нашло. Но, в конце концов, можно просто взять тетраду, я как-то к ней относился, не недооценивал, а вот если мы берем гамма-матрицу, ранее Герака пишем, там нужно все-таки измерить, извлекать корень, и с тем отчета брать, как тетрадное поле. Даже не важно, оно будет из цветовых векторов, как у Пенроуза или пространство подобных, это все равно, потому что сумма временного пространства 1 дает световой вектор. И это, на самом деле, очень глубокая вещь, потому что все частицы рождаются как световые. Из-за того, что у них трехмерный импульс из-за систематического взаимодействия с базовым Хиггсом меняет направление, а временная комбонента остается, ломаная линия нулевой длины в среднем выглядит как временоподобная линия, и масса движения превращается в массу покоя, потому что компенсируется в среднем трехмерный импульс, и это механизм Хиггса рождения ненулевой массы у всех элементарных частиц. Вот вам предел применимости понятия массы через Хиггсовский механизм. Значит, что можно тетраду и связанность с ней гомоматрицей брать за основу, и вот это тоже в некотором смысле развитие здесь. Зельманова Дирак, раз эта вещь простая, в 1958 году сам все это придумал для квантования со связями и гамильтоновый подход к гравитации, но тем не менее, Зельмановский вклад нетривиальный, потому что все операторы, вот эти неголономные, и самоурольник голономный системы отчета, это была его идея. А дальше это можно сказать, что это было развитие, в этом смысле он в историю науки вошел довольно серьезно. Ну, он мечтал, он понимал, что сингулярности быть не должно, а если она есть, то это гибель всего живого, и вообще вселенной, особенно если космологическая постоянно отрицательная, а еще было неизвестно, какая она, тогда все схлопываются в точку, ну, радиус кривизны, как циклоиды, вот камушек застрял в шине автомобиля, и он написывает циклоиду, значит, она вращается, плюс еще поступает на движение, и циклоиды, где вот она касается почвы, значит, радиус кривизны равен нулю, бесконечная плотность, сингулярность, ну, и гибель всего. Так вот, регулярный минимум, это было у него как заклинание, что за счет факторов неоднородности и низотерапии можно спасти вселенную, чтобы она не погибла, чтобы пробежала. Ну, действительно, он прав, потому что, хотя это еще не вошло в его напряжение земляного, хотя уже теория Картана была, Картановское кручение было, что есть кручение, оно остановит коллапс точку, за счет, а он думал, что за счет неоднородности, в том числе вращения, это тоже может остановить коллапс вселенной, но на самом деле, если тот же с ним спорил, что все-таки неоднородные в деталях, на самом деле однородные, вот как океан, там брауновское движение молекул воды и всякого растворимых веществ, солей, но в среднем она как бы однородная, и вот и вселенная тоже на каких-то сверхкрупных масштабах, она тоже однородная, и там здесь работает идея Платона, что выживает только симметричные, однородные конфигурации, поэтому идеи однородности и неоднородности тоже так вот диоретически эти понятия друг на друга замкнуты, и направление мысли Зельман было правильно, но квантовая гравитация уже реализует эту идею уже другим, более адекватным, естественным порядком. Это вот то, что хотел Зельман видеть в гравитации, потому что в теории относительности здесь с этим не справилась, она, ее сила и слабость связаны друг с другом, то вы берете любое многообразие, берете вклады всех метрик, они все друг друга компенсируют и вызывают на более вероятное описано в районе Лера-Лагранжа. Ну, как струна там, вы звуки извлекаете все, хаос звука, выживает только резонансы меры нуль, где вот полдлины волны длина струны, ну, с фиксированными концами, потом кварток, квинты и так далее, выживает только резонансы симметрии, так траектории-то тоже, вы же, наиболее вероятно, симметричные такие, которые доверяют в вариационному принципу, то есть кратчайший путь или максимальная сигнатура другая, в общем, это вот уже идея Платона, когда-то в 64-м году Ильянов меня спрашивал, как реализуется идея Платона, вот они так реализуются, через идею симметрии, меры нуль, но тем не менее, именно она господна, даже как красота, кстати, свое родное, симметрия, только в мире морали, значит, вот Ильянов тоже так вот широко мысленный, у него и филологическая культура была очень богатая, библиотека его об этом говорит, значит, много языков мира, поэтому этимологию он имел большой вкус, и об искусстве, ну, в общем, человек был широкий и очень интеллектуальный, ну, про антропный принцип я сказал, ну, еще куб Зельманова, значит, три константы, скорая света, постоянная Ютона, и постоянная Планка, ну, раз три, значит, такой кубик, и вот, значит, вот в том темном уголе, это еще не построено, единой теории, но на самом деле, это все укладывается и другими словами, что современная физика, это деформация физики Ньютона, скажем, галитивизм, это деформация механики Ньютона с параметром деформации единственной ценности, где это скорость света, 300 тысяч километров в секунду, 0,4 сантиметра в секунду, если она бесконечна, ну, значит, мгновенно меняется, я машу рукой, и гравитационное поле Вселенной мгновенно меняется по Ньютону, потому что вклад массы мгновенно всюду, значит, вся Вселенная чувствует, а что нужно в время физического запаздывания, вот это уже будет теория относительности, которая вводит уже, ну, как бы локализует теоретические взаимодействия, потому что нужно время, чтобы здесь оторвалось, поле там было принято, значит, по дороге у нее тоже есть какая-то масса им, масса энергии, импульс, значит, тут уже понятие поля возникает, уже другая концепция, и тогда вакуум тоже оказывается, он запрещен, квадромеханика, как пустота, тоже какая-то реальность, и закон сохранения выполняется для вакуума, плюс реальность, об этом говорил Кирилльц Линде, вот здесь я с ним разговариваю, с Кирилльцом, в соседнем здании космический центр, что вакуум плюс вещество, то есть не пустота, а то, что вакуум это основное состояние физической системы, значит, радикально меняется и картина мира, и Зельманов чувствовал, правда, квантовой агрегатации он еще не занимался, но на своем уровне он уже чувствовал, что будет радикально меняться картина мира, и вот Куб Зельманов, ну, ну, что еще сказать, ну, я академический час проговорил, значит, я могу сказать, ну, что я, значит, Зельманов сказал мне, что ему не везло соучениками, Игорь Новиков заприметил Зельдович и взял его, на время, потом, значит, от него отрекся и не поминал, значит, взял вместо Зельдович, перенес свое внимание на Синяева вместо Игоря Новика, а Грещук, он еще не успел от него отречься, значит, ну, может быть, и не отрекся бы, значит, это был его новый ученик, и им Зельдович повезло, потому что, вот, он был такой стартовой площадкой, когда вот мощные люди в науке трижды герои, соцтруда, Зельдович взял и сделал карьеру своим ученикам, и они там в загранице много работали, а так он говорил, вот, видимо, после измены учеников, которым тяжело переживал, что вот моим ученикам не повезло со мной, как с научным руководителем, вот, было такое вот у него переживание, ну, вот, ту задачу, которую Зельманов не решил, я решил, ну, формулу я писать не буду, я просто, как михматянин все-таки, нам читали великие люди, значит, Курш, алгебру, Лев Семенович, Потрягин, Дефуры, Юрий Николаевич, не даст соврать, правда, Хинчин, великий аналитик, читал математикам, но нам Крейнес тоже неплохой, профессор читал, вот, прекрасно, так что у нас было, правда, физикам в это время читал Вандау физику, значит, у них были, но математика у них была только более сжата, так что, на самом деле надо соединить, потому что, ну, как Зельманов, интересовался сложной математикой, в применении к реальному миру, при этом я убедился, что математики, которые могут, у них нет критерий выбора задачи, они сами не могут, ну, могу привести пример, я Арнольда спрашивал, вот, у вас виртуальная деформация, вот матрица, n на n, значит, ну, я тогда скажу, вся физика, это развитие понятия числа, бесконечный мирный вектор, это современное состояние Вселенной, можно туда столько информации закачать, как? Строим ее с тетраэдров, тетраэдров, это 6 чисел, 6 ребер, и скелетная геометрия аппроксимирует мгновенное состояние Вселенной, причем, можно сколько угодно точно аппроксимировать, потому что бесконечный мирный пространство, можно сколько угодно малой длины брать, и тогда геометродинамическая координата, я рассуждение Иллер 60-х годов привожу, оно привело в учебнике низно-тонной гравитации в третьем томе. Турио Реджи придумал, вещественное не Реджи. Я сейчас говорю, да, он применил эту Реджистику известную, что геометродинамическая координата точно задана, тогда импульс, в силу принципа неопределенности, совершенно неопределен, а физика может работать с тем, что измерим, поэтому времени не существует. Я цитирую просто 47-я страница из-за этого монографии основного объекта «Общий период носительности четверхмерной геометрии пространства времени в природе не существует, если выйти за рамки классического приближения». А фундамент мир у нас квантовый, поэтому все эти понятия имеют предел применимости. Это иллюстрация того, с чего я начинал. Таким образом, времени не существует, ну и как же тогда, да, и уравнение Эйнштейн это уравнение в частных производных. А есть гипотеза, малоизвестная, но фундаментальная гипотеза Александра Михайловича Виноградова «Математика», книга «Симметрия и законосохранения в физике». Красная такая, ну известная профессионалом книге, где он говорит, что полная система, регулярная система уравнение в частных производных имеет полный нарабор нелокальных интегральных законов сохранения. Ну, локальный интегральный закон сохранения, когда вы интегрируете функцию, ну скажем, плотность, получаем полную массу, или плотность заряда, полный заряд, это локальный интегральный. А если у вас под интеграл стоит интеграл, скажем, вы интеграли по пространству, интеграл по времени, то это уже не, или там от x-х2, а вы интегрируете и по x-у, и по x-штрих, и по обеим, еще там есть, соответственно, и другие переменные. Вот это уже будут не локальные законы сохранения. Так вот, ковариантная дивергенция тензора материи, которая в теории относительности возникает при переходе специальной, равна нулю, и этот закон сохранения, Лондон Ришин называет, что это никакой не закон сохранения. Поэтому стали придумать свой псевдотензор, который, как сказал всем, никакого смысла не имеет, и это удалось доказать. Но я немножечко пошевелил закон сохранения, и пришел интегральный эквивалент вот этого коварианта дивергенции равна нулю, не зная гипотезы Виноградова. И, значит, она хорошо была встречена математиками из окружения Виноградова, семинар Красильщика, сам Виталий уже давно, Виноградов. Так что вот нужно обобщать само понятие законов сохранения. То, что нет полного набора локальных интегральных законов сохранения, это давно известно. Значит, вот такое фундаментальное расширение. Но, кроме того, удалось мне найти еще и локальные интегральные законы сохранения, где не тензор материи, потому что мир плоский, не искривленный, там тоже какая-то нитериальная диаметрия есть, и энергия, и импульс. А тогда взять сохраняющуюся часть, и у меня нечтенно переписать так, что взять сохраняющуюся часть влево, например, так как в электродинамике, ковариантная дивергенция электромагнитного тензора равняется току. Вот вся электродинамика Максла в этом. А я говорю, ковариантная дивергенция ротора и тетрады равняется тетрадному току. И у Родининштейна все вправо перенес, и все это работает. Значит, если взять ток нулевого, то получается тот хронометрический вариант, и сохраняющийся в сезотезной энергии, полсокуляционного поля, который Зельманов всю жизнь искал. В конце жизни я его так посещал, чувствую, что великий родной мне человек уходит, но чувствую, что он связан, ну, разгой, значит, надо его напоить, там, это, в общем, это психологическая нагрузка, и я, значит, уже, чтобы его пожалеть, не стал к нему часто ходить, но спрашивал, помню, последний, осознан, что, Абрамович, истехометрический мирный пистолет-дензор, да, вот таким голосом, ну, прямо как Хокин, когда он еще имел голос, и, конечно, выступал ее при тебе, видимо. А потом, ну что, получается, трудно, и плачет. Ну вот, если бы он сейчас завел, я бы ему сказал, Абрамович, вот решение вашей задачи, и вот пути, что нужно об обещении картана, то есть не 10 уравнений, а 16 с кручением картана, с трансляционными полями картана, а те, кто говорят про трансляционные поля, 20 лет кормили за КГБ, то ли психотронное оружие разбавили, то ли просто деньги делили, я не знаю. Но это они украли термин незаконно, то есть никакого отношения к картану не имеют, это люди малограмотные. И тут прямо гневно был Гинсбург, который даже свой семинар не допускал, и было постановление Верховного Совета по выступлению Александрова, нынешнего председателя комиссии уже наука из 26 февраля этого года, постановление президиума РАН, которое пришло им Верховного Совета прекратить финансирование вот этих вот ошибочных работ. Так что вот Зельман занимался настоящей наукой, и борьба вот за развитие науки продолжается, и сейчас, когда вот после фазы хатизации, вообще страшного падения на то коммунистический, то христианский, до исламский уровень, значительной части населения, снова начинается Россия подниматься, с 18 июля 2011 года летаешь на радиострон, сейчас, значит, Мериметрон у нас разрабатывается вовсю, и международное сотрудничество, в общем, Россия поднимается с колен и в интеллектуальном смысле. Так что Зельман здесь заслуга, что он был в точке роста, даже будучи комсомольцем аспирантом, не было закваска, человека заинтересован в догматах и в каких-то основаниях, потому что синергетика теперь говорит, что мир един, и она может перебрасывать в гуманитарные и не гуманитарные дисциплины, и что научные понятия – это научные мифы, но они необходимы возникают. Я закончу мои любимые цитаты из Лобачевского, это страница 718-я математического энциклопедического словаря, советская энциклопедия, 88-й год, «Поверстили не существует в природе, только в воображении». Я сразу понял – Бог, пространство, время, человек, справедливость, смысл жизни – только воображение. Но Лобачевский был умный человек, он ставит, ну, я говорю, что ума природы не существует, но у него была минимальная глупость по сравнению со многими, кто его не читает. Ставит двоеточие и продолжает. Они, то есть поверхности и линии, которых нет в природе, предполагают, следовательно, свойства тел, познание которых должно родить в нас понятия о поверхностях и линиях. И что такое наука? Я цитирую, ну, философский Брушкена Фисаки подчеркнул от Библера и других философов, что наука есть развивающие понятия, значит, разветвляется, разветвляется в целое древознание. То есть вот такой цельный подход, которым я у земли научился, вот, что мы должны пройти через эти ошибочные идеализации. И да, ну, и закончу еще одним таким личным вспоминанием, когда я к нему попал на третьем курсе, писать курсовую. Говорю, что читать? Ньютона. Математическое начало. Для меня-то был шок. Как? Ньютона? Я пёрышко не терпеть не мог. Ну, он ужасно плохой учебник. Но когда я в библиотеке открыл Ньютона в переводе Крылова, я был восхищен. Там и статус на сцене, и момент рождения, метод флюксии, то есть дифференциальное уравнение. Там такие прозрения, там много конкретных, очень сложных вычислений, прямо как у Эйлера. Прямо, в общем, конкретная работа. Не по верхам скакал. В общем, действительно, вот этот подход, и мой совет, поэтому всем слушайте, читайте первоисточники. Ньютона, Эйнштейна, Библию, Коран, Гегеля, а всё остальное, это уже приложится. Значит, ну вот, примерно, то, что я хотел сказать о своём учителе, который, как учёный, для меня до сих пор жив, и наследство его развивается. Вопросы для кладчиков, пожалуйста. А вот пример с циклоидой и колесом автомобиля, кто придумал? Вот, про особую точку. Ну, я это читал у Эйлера, но вообще-то уравнение-то написано, это решение Фридмана, там, синусом Мегатэй, космосом Мегатэй, там плюс Т, и просто ещё есть смещение, вот и всё. А саму циклоиду, нам это читали на первых курсах Мехмата. Так что я не знаю. Это кто бы сказал, что 2G24? Ну, я студентам доказывал, ну, так и здесь, так и с циклоидой. То есть, это вещь такая элементарная, что я не знаю, кто первый сказал, но если первый сказал, не знаю, что он открыл. Так же, как 2G24. Вот, Гюйгенс, да, нет, ну, там известно, что обратные квадраты, но это уже история науки в узком смысле слова, где вот специалисты по истории науки лучше знают, но я тоже кое-что знаю, но сейчас это уже немножечко будет далеко от Зельма. Значит, кто первый? Ну, нет, нет, есть Принцип Арнольда. Если называется именем кого-то, то не он автор. Хотя один я понял, что вот этот Принцип Арнольда и против Арнольда работает, что он не автор, так что кто первый? Понимаете, есть какой-то параллелизм развития различных структур, инвариант истории, я вот такой термин вожу, и разные народы немножечко в разное время осваивают, и потом, значит, кто первый, вот как вершина, значит, того или на минуту, ну, это уже не судьба науки, а судьба бытования науки в головах людей, когда один великий поэт, один великий вождь такого-то народа, всякого-то народа, это уже потом, а на самом деле нужно на логику жизни оглядываться, которая объективна, и там этот вопрос, ну как, какой первый корень? Вот река Волга, вот здесь она начинается, совпадает огромная мощнейшая река, где начинается Волга? Вот здесь, вот это, да нет, это она собирает все реки, кстати, при Слеонискаме, Волга, приток Камы под научным критерием, потому что значительно больше расход воды Камы, но Камы там на Востоке, ее позже узнали, так что кто первый, вопрос сам имеет ограниченную применимость, и к сути дела не очень-то относится. Владимир Павлович. Я хотел спросить, можно ли считать, что у Абрама Леонидовича была своя школа научная? Если была, то... У Синякова не было, убежали. Нет, ну, мы сразу и убежали. Нет, 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 значит, здесь история такая, значит, у Абрама Леонидовича несколько вот, я говорю, что он идеализировал Эйнштейна, но на самом деле все ученые-то карлики, которые сбираются на плечи гигантов, а потом им приписывают, что они вот как бы поднялись на вершину, хотя и в музыке, и в поэзии, и в науке, тут было много безвестных авторов, которые там и комплексные числа, и про зрение, и что Земля вокруг Солнца вращается. Аристар Псомовский еще более 2000 лет назад об этом говорил, и другие бы повторяли, и Кеплер даже об этом знал. Коперник, прошу прощения. Значит, вот были ученики, и вот ученики некоторые боготворили Зельманова. Я-то относился как к рабочим вещам, потому что геометрически взял, значит, любил геометрию, и тогда это все там элементарно. И понимаю все значения, что это импульс в нужном направлении, довольно серьезный, недооцененный. Но вот именно те ученики, которые были, не делали науку, а восхищались Зельманов, как восхищался Эйнштейном, один из них Дмитрий Рабонский, который до сих пор живет уже в Штатах, или в Швеции, издает в Швеции журнал «The Abraham Zelmanov Journal». Мы ученики Зельманова. Ну, кто-то махнул рукой на Зельманова, ушел к Зельдовичу, кто-то там уже в бизнесе пропал. Ну, фамилию называть не буду. Были у них такие ученики, совместные публикации, там были и Харбедия, и Твердохлебова, и Закир. Значит, ну, вот именно те, кто восхищался для них Зельму Бога, они доиспользуют журнал. Но это нельзя назвать школой. Ну, это, ну, как бы, ну, локальная группа, я не знаю, как школа, ну, школа, ну, школка, я скажу. Школка. То есть, вот в истории космологии Зельманов заметное место занимает, потому что он писал ключевые статьи во всех энциклопедиях, справочках, и даже публиковался, что он не просто с отраженным следом следит, но и сам понимает то, о чем пишет. И парадоксы космологии, значит, гравитационные парадоксы, это все он продумывал, все это он детально. Ну, и так что, если школа, то, очевидно, была, она такая, ну, как бы сельская школа, это в науке можно как бы сельская школа, как сельская больница. Семинар общий, совместное обсуждение, программы. Сейчас работает семинар имени Зельманова, я там 15 мая буду выступать. Вы знаете, я не относится это по суевесту, но мне вспоминаются такие строки, и у гроба встали мародеры и несут почетный караул. Так что, вот, я не берусь осуждать или хвалить, но это уже другая эпоха, это уже другие люди, которые зельмой используют, некоторые просто искренне любят, а для других это просто бренд какой-то, микробренд такой, как вот Иваненко стал брендом, но он и сам еще что-то, хотя с фоком у своего учителя фундаментально рассорился. Но, тем не менее, в истории науки он занимает такое место. Так вот, Зельманов тоже занимает такое место, а что люди приписывают, но ученики есть-то насчет школы, тоже по критерии школы занятия. Это как бы небольшая школа. Когда он сам был еще в силе, я имею в виду, не последователи сейчас, а вот, скажем, 70-е, 80-е годы. Окружение? Окружение. Нет, были ученики, да, да, да. И курсы его очень ценились, потому что он считал то, что окружением астрономам непонятно. Ну, это драма узких специалистов, которые голосуют там за кротовые норы, которых в природе нет, значит, открыли новую стратегистику кротовых норов, но это борьба научных идей. Но борется, квантовая грибация не существует, она все на место поставит. Может, они правы, может, они не правы, у каждой здесь своя позиция. Ну, у него такое узкое окружение. Так что у Зельма тоже были, как и у Эйнштейна, тоже и ошибки, и заблуждения. Вот с Зельдовичем мы не спорили там по поводу однородности и неоднородности, но аппарат Зельмов создал, он работает. Так что я не хочу. По-моему, это несколько надуманное. ну, для того, чтобы ориентироваться, такой термин говорит, школа. Ну, если школа, то школка, я бы сказал, потому что у него была устойчивая группа учеников, которые его любили, ценили, понимали, пытались что-то сделать. И даже хронометрические варианты не было, какая-то мантра. Но на самом деле это просто векторное поле многообразия. И все. Только надо понимать, что мир есть число и гармония. И все. Но это же великая вещь, вся физика в этом. Потому что куча и слот с бесконечно мерной матрицей, которая действует на бесконечно мерный вектор, описывающий состояние Вселенной, описывает эволюцию Вселенной. То есть мир устроен просто. Надо докопаться. Надо добраться на эту вершину, уметь дышать в разреженном воздухе. И тогда все как на ладони. И все так просто, так элементарно. Так вот, земля учила вот этой великой простоте. А нет, тогда так и остались, как и сам земля, в восхищении того, что надо было бы уже превзойти. Так что все такое двойственное отношение. Так что это я не знаю, как вот по формальным признакам. Я говорю, ну сколько-то. Группа учеников, людей, которые ценили, след в науке, да. Еще вопросы? Павел Николаевич. Росислав Крифанович, вот я вспоминаю, в 69-м году вышел сборник такой с названием «Вселенная и бесконечность». Да, да, да. Где была статья «Большая Зельма», там же были статьи, там вот Идлис написал там статью. Вот вы можете... Иноан, это наанизм такие работы. Это шутка. Нет, вы можете просто прокомментировать, если вы помните вот эту статью, потому что там как бы какие-то итоги, наверное, подводились. Значит, я уже сказал свое отношение к бесконечности, что я в 96-м году, по-моему, понял, что ктанг-бесконечности в природе нет, потому что и так далее. А на самом деле мир богаче, и алгоритмический не сжимаем. И поэтому эти бесконечности только аппроксимируют работу сверхбольших конечных чисел. Ну, это уже теория сложности и так далее. А у Зельманова была относительность бесконечности сначала для безмассок, а потом и с массами заключалась в том, что это примерно как сечение, конические сечения. Вот там конечные и бесконечные сечения. Вот такого рода аналоги у него работали в идее. Хотя они тоже критикуемы, потому что континуума в природе не существует. Там делите-делите, там, значит, парадоксы Зено начинают, что Кирилл не догонит черепаху. А на самом деле понятие длины не работает с планковского размера здесь минус 33 сантиметра, что флуктуация метрики сравнима с самой метрикой. То есть сами понятия надо переворачивать. А относительность бесконечности, так же, как относительность конечных и бесконечных сечений, она уже в классической континуальной математике возникает. А потом есть проблема компактификации. Когда вы к плоскости добавляете точку, у вас получается топологическая сфера, и тогда внешность единичного круга это окрестность бесконечности и сам круг, значит, получается компактное многообразие. Поэтому, грамотным языком, говоря, нужно говорить не о конечности и бесконечности, а о компактности и некомпактности описания математических образов описания физической реальности. Чудеседельно было вот на уровне относительности конечных сечений, ну или гиперболоида сечений, вот это. И пришла эта мыска, как я представляю, из-за предельных лоренцевых сокращений, что если вы со скоростью света двигаетесь, то у вас трехмерная пространство становится двухмерным, там же пишется длина, расстояние между одновременными концами, умножить на корень, единицами, све квадрат, c квадрат, где в это скорость движения, ну скажем, звезды там или автомобили мимо вас, если этого равняется скорости света и плюс, и минус, то эта длина обращается в ноль. То есть если вы со скоростью света летите к квазару на расстоянии 10 миллиардов световых лет, от квазара, который сзади на расстоянии 10 миллиардов световых лет, то у вас расстояние равно нулю и до того квазара, и до этого, И вы тратите нуль собственного времени. Мгновенно отражаетесь, выражаетесь на Землю. На Земле прошло 20 миллиардов лет. Это парадокс близнецов в предельном выражении. А чем отличается тогда, что туда летите, а не туда? У вас из-за релятивистской аберрации света вся полусфера схлопает слабым движением с неограниченным голубым свещением. А задний антиапекс с неограниченным красным. То просто исчезает. Так что существование полумира, световые образы, они как раз первичные. Потому что преодоление нулевого расстояния из-за нулевого собственного времени нельзя считать движением. Это исходное световое состояние. Т плюс Х, где Т, Т, С, Т, С, единица. И Т минус Х. Из комбинации световых времен у вас возникает и время, и пространство. То есть в фундаменте мира все по-другому. Но Земля еще до таких квантовых вещей не шел, но уже уловил, что там что-то должно существенно меняться. И даже на представлении линейках приборов, реальных, физических, он владел, что бесконечно малое эквивалентно бесконечно большому. И вот бесконечное сокращение длин тоже может превратить конечную длину, даже бесконечную, в нулевую. И вот здесь получается уже это бесконечно относительно. Вот я представляю себе таким образом его работу с этими образами. Но квантовая механика здесь проливает новый свет, как это более реально, адекватно реализуется в том мире, в котором мы с вами живем. Костя, пожалуйста. Небольшой вопрос. Вот я думаю, что вы согласитесь, что найдется не очень много людей, которые поймут язык, на котором вы говорите. Был такой методолог, Томас Кун, написавший книгу «Структура научных революций». Книжка стала бестселлером. Повторяю, я скажу не свой тезис. Глупая книжка. Я скажу не свой тезис, мне хочется услышать. Мы, Сергей Николаевич, меня читали. Мы не читайте дальше. Да. Мнение по поводу одного из утверждений Куна. Он, в частности, утверждал, что эзотеризация научного языка является свидетельством кризиса парадигмы. Это не моя точка зрения. Как вы относитесь к этому? Я что-то знаю. Хорошо. Скажу, как я отношусь. Был такой фильм «Воспоминание о будущем», где на территорию пленей, живущим в каменном веке, ухвал реальный самолет. У них возникла новая религия. Каждую ночь два человека уже многие годы напряженно смотрят в небо, потому что вот самолет. Вот они сделали соломенную копию этого самолета. А градиент знаний был настолько велик, что они иначе, как в религиозной форме, это воспринять не могли. Вы, Томаса Куна, примерно так же интерпретируете, как вот эти первобытные люди, если для вас элементарные математические вещи, известные студентам первого-второго курса, а теперь уже и в школе. Для вас это эзотеризация. Ну, я вас оправдываю тем, что когда нечто возникает, оно неизбежно, экспансивно расширяется, чтобы найти свои границы применимости. И если Чижевский открыл, что мы живем в атмосфере Солнца, и поэтому Солнце влияет и на бактерии, и на урожаи, и на все-таки, и революцию оно определяет. Циолковский придумал, что надо расселять, так и придумал ракетные поезда, они летают по формуле Циолковского, а он верил, что всех людей можно оживить в духе первого русского космиста Федорова. Вот 13-го будет как раз митинг по русскому, праздник. Так вот, понимаете, здесь Кун немножечко перебрал. Это вещи, которые должны войти в культурный оборот всех людей. Другого пути нет. Ну что, я могу написать эту формулу, которая пишется школьникам. Релятивистские формулы там уже тоже применяются. Ну, по крайней мере, да. Ну, или вот Лобачевский, там, воображаемый геометр, он называл пангиометрия. Так вот, в этой комнате сумма углов треугольника, выполнена лучами лазера, меньше двух прямых, а горизонтального больше двух прямых. А поскольку это можем считать вакуум, то сумма должна быть равна нулю, поскольку конфорная кривизна, то такое, 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 например, такое. В сумме, ну, значит, отклонение от суммы двух прямых здесь по модулю в два раза больше, чем у вертикального. Это точное твердение. Ну, я не буду говорить, что это решение Шваршильда, приближенно описывающее грационное поле вот в этой аудитории. Но геометрия Лобачевского рядом с нами. И потом знал, пангиометрия, что уловил, что это движение в новом направлении. Римная геометрия – это большой шаг. Но мы были бы эпигонами, если только читали Роберта Куна и повторяли, как Библию. А мы должны вскарабкать и делать следующий шаг. Вот я вам сказал, где граница применимости понятия парадигмы. И он в этом кумире, я просто забыл. А что язык птичий? Ну, что, если у нас министр образования был Фурсенко, который считал, что он в дальней науке не развивает творческую способность. И даже 24. Ну, куда тут воображение работает? Так наоборот. Они учат думать. Это универсальная способность мышления. Направляете на математику – вы серьезный математик. На медику – вы серьезный медик. На историю науки – вы серьезный историк науки. То есть, наоборот, все. Есть у нас такие парадоксальные фигуры, всплывающие, как троечники, недоучившиеся, поэтому делающие карьеры, в обход подлинной науки. А наука предельно самокритична, предельно антидогматична. А эти люди, ну, раз он вверху, значит, он все. Но это уже диалектика, это блеск и нищета вообще политической картины России в этом переживании наше время. Поэтому надо освоить, но при этом не быть эпигоном, а двигаться дальше. Так что вы, хорошо, что вы читали фунны, но при этом надо иметь в виду, что есть граница применимости вот этой концепции парадигмы. Она очень глубокая. Она говорит, что нет последовательного развития, что древо знания, оно, во-первых, и корни у него, их все больше корней, и ветви расширяются. Так это грамотный подход, что я улавлю в парадигме Куна, великое продвижение мысли. Это спектральный подход к развитию науки. И также я говорю и про человечество. Вся духовная история, в том числе история науки, это единый ветвяющийся противоречивый процесс. И нужно выбрать такой подход, чтобы весь спектр мировых религий, в первую очередь мировых, в том числе вероучение коммунизма, был бы истинным. Не в том, что женщина настоящая, или мужчина вместе. Так вот, нужно рассматривать, и когда вы это осознаете, что они друг друга дополняют, и все друг друга отрицают, при этом, ну, Гегеля просто надо читать, как понимать, как это соединяется. Тогда вы в более широкий взгляд, в более широком культурном контексте будете это рассматривать. Поэтому мой вам ответ следует и концепцию Куна, очень ценную, рассматривать в более широком культурном контексте. Это с ними те противоречия, которые его смотрели. Спасибо. Еще вопрос, пожалуйста. Все, Павел Иванович, помедленнее, пожалуйста, я записываю. Я говорю, что ума в природе нет, раз в этих книг. Вы мои глупости хотите записывать? Хорошо, вам специально будут свои глупости быть поведеннее. Хотелось бы узнать от вас, что Зельманов считал своими высшими достижениями в жизни, и что вы считаете его достижениями в жизни. Почему жизнь проживу не напрасно? В науке, в смысле. В науке и в жизни. Так, ну, все-таки я сделаю такую оговорку. Вот здесь я прошу на 92, а это обручь 30. А там федоровцы собираются систематически. Они меня любят, и я их люблю. Хотя я просвещенный атеист, а они федоровцы, так как, что надо перестроить. Значит, Федоров считал, что все люди, народные демократы, это живы мертвецы, которые, говоря словами Толстого, как мухи к кучке блевотин, они к социализму стремятся, чтобы всех накормить. А вот только одно сплотить человечество, это долг перед отцами, вернуть их к жизни, опираясь в том числе на науку. Так вот, для меня, почему я их люблю и почему я туда хожу, фигура Николая Федоровича Федорова, предельного аскета, который отстегивал свои ничтожные стипендии, зарплаты, там, библиотекарей, румянской библиотеке, 17,5 рублей, талантливым студентам по 5 рублей, чтобы их поддержать. Так вот, пример этой героической жизни, а то, что он ругал Толстого, вот опять мне Федоров ругал, говорит, сказки пишет, а вот сам Федоров ругается, что ну вот, люди царской фамилии приходили, говорят, вы Христос 2, а мы им следом не следом. Сама фигура – великая вещь. А вот сама фигура Зельманова в науке для меня – великая вещь. А если вот формально, что, значит, выбор, система отчета калибрует вакуум, который бесконечно много, и то, что этого не понимают до сих пор, проблема для многих гравитационной энергии не решена. А эту проблему гравитационной энергии Фадеев, дам ссылку, и даже статью могу его переслать вам по электронной почте, 82-го года УФН, считал центральной, главной проблемой современной теоретической физики. И вот в этом Зельманов был нацелен именно на это и искал, и дал импульс. Значит, то есть понятие системы отчета как вопрос, как путь к решению проблемы вакуума, калибровки вакуума, что вакуумы могут быть разные, и что, и тут это пересекается с ней кернице, что вакуум происходит вещество, вакуум вывалился, и вещество отобразовалась материя. Значит, вот это направление. Затем, вот Куб Зельманов тоже очень интересный образ того, что новая физическая теория – это деформация старой теории, еще по одному параметру деформации. Вот три параметра, значит, вот об этом еще Ландау, там Иваненко, там и Гамов, по-моему, писали еще молодыми статью, что вот в основании физики все просто устроено, нужно понять вот эти физические константы, но в теории будут они друг с другом связаны, убежден, и тогда будет новая картина мира. Значит, вот Зельманов двигался вот в этом направлении, ну и его гениальная догадка об относительности бесконечно малой, бесконечно больших величин. Зельманов не дожил до Т-дуальной сеструной космологии, о которой я тут бегом упоминал, но даже на том материале, который был ему известен, классическая гравитация, он вот такие интуиции имел. И сила, и слабость Зельманов оказалась в том, что он боготворился у научного бога Эйнштейна. Я уже говорил, что Эйнштейна после гениальных работ были ошибочные работы, по-своему интересные, не бредовые, а вот искал там, но и не было аппарата. И просто как бы те, кто следует, должны как раз в этом направлении эту работу доделать. Так что вот это тоже, я считаю, его серьезно. Ну и, конечно, формулировка антропного принципа, тоже она вошла в литературу и в разумную жизнь во Вселенной. Я думаю, здесь он бы глубже это понимал, чем Шкловский, который написал там «Вселенная жизнь и разум» книгу, что тоже смелый мыслитель, яркий парадокс иногда интереснее каких-то таких более взвешенных, но более скучных концепций, что разум – это как бы уродство, как вот у оленя рога. Это мутация, это вредно, это ненужно. То есть не нужно быть поклонниками разума, что человек сначала просто существует, это не менее важно, чем познающее существо, и нужна какая-то взвешенная позиция, и экзистенциальная, и рационально-рассудочная. Вот у Зельма вот это вот чувство меры было, но вот он так боготворил Эйнштейну, что никак не мог отречься, делать следующий шаг после теории относительности. Ну а в этом году выходит моя статья «Пост Эйнштейновой космологии» двоеточие «Кручение струны дуальной симметрии». Ну, я не знаю, что там получено, а в всяком случае направление в такой работе дал Зельманов. Но я Эйнштейна очень уважаю и считаю, что нужно читать именно Ньютона Эйнштейна, с этого надо начинать. Но тем не менее, если она останавливается, иначе мы будем просто эпигонами, а сам Эйнштейн говорит, что он не гениальный, не талантный, а просто любопытный человек. Поэтому надо верить в свои силы и соблюдать интеллектуальную честность. Вот это, во-первых, и пример жизни Зельманова, и вот это его аппараты, его результаты, которые я сказал. А если это, что оленя рога – это уродство, по-моему, там находится под пустой стилой, которая увеличивает... Нет, нет, это как сберкнижка, которую он с собой носит, потому что в сказках там «Принц, Золовский принц, высокий статус». Нет, нет, я сейчас не комментирую позицию Шкловского, я говорю, что у него Шкловский диверсификатор, он умер шатать сами основания. Я присутствовал, когда Шкловский заявил, спутники Марса, Фобос и Деймос искусственные. Я так оглядываю с людьми, что это абсолютную чушь для меня. Нет, никто, и даже следующий говорит, а вот более такая прозаическая гипотеза, ну это тоже научная гипотеза, политкорректность такая научная, следующий говорит. Ну потом, значит, оказалось, что все на месте, но вот то, что он шатает, вот этот подход правильный, потому что где-то он спутник и Марс ошибается, но он привлек внимание. Это тоже чего-то стоит для людей, далеких от науки. А потом он точно так же может угадать и верную вещь, так же, как Эйнштейн угадал там, ну и те, кто нам в теории читали, что вот было такие разные возможности там. У Лоренца реальное сокращение движущихся тел, у Паули тоже это разделяло, что реальное сокращение тела. А у самого Эйнштейна это кинематический эффект, так что вот Эйнштейн попал в точку, хотя были претечи в виде Пуанкаре и других фиджеров и другие люди. Все это коллективная деятельность, хотя потом все одному приписывают, так легче ориентироваться. Так что вот Шкловский интересен именно тем, и надо брать вот этот дух подхода Зельмана, дух подхода Шкловского при всех его, но и не соглашаться, иначе вы просто, ах, великий Шкловский, так его, ну это музейные отношения, это мы похороним, не прикасайтесь к этому. Ну вот те, кто делает, это знаете, как акушеры и хирурги, они прозаически отключившись от всего, спасают, какую-то реальную вещь делают. Так вот в науке надо быть хирургами, когда операция сделана, тогда можно поддаться всяким эмоциям, а там нужно работать как профессионал. Вот Зельмана учил тому, что он сочетал такие эстетические отношения к науке и к ученым, сам дух поклонения, уважения к ученым. И в то же время сам двигал эту науку дальше. А насколько он был известен при жизни за рубежом, Абрам Леомидович, космологам? Вот вы говорите, сейчас они признают, что что-то недооценили, а при жизни печатался ли он там где-то? Нет, нет, он печатался только по-русски, ну что-то там переводилось, и вот Абрахам Дорна там, значит... Ну это вот сейчас. Да, ну нет, вот когда они поняли, что нужно вращение учитывать и делить эти компоненты, учитывать роль системы отчета, то есть я считаю, что они не доценили. Я говорю, что там, как мы идем, какие-то заряды. А при жизни не знали? Ну а при жизни вот даже в ГАИш не хотели, далеко не все хотели, чтобы он вернулся. Не мерило эта политика? Нет, ну в общем, он... Это трагедия, вообще говоря, вот этот вот языковый барьер, наверное, да. Ну понимаете, есть два деления, это как бы вот один, это вот по формальным признакам, когда Академия НОК превращается в клуб директоров, а Нобелевские премии покупаются, потому что это окупается, этот бренд. Нобелевский лауреат, значит, ему дают, чтобы за руку не поймали. Ну как же, мы вот двух ваших стариков тоже делали Нобелевскими лауреатами, там, Алферов и Генбург, они нам ничего не платили, но они дожили, понимаете. И водила Черенкова, там, Черенков и Телегу написал на водила, что он занимается составляться. А потом, оказывается, что это Нобелевская премия, когда ему растолковали там-там и так далее. Так что это уже не к науке относится, а к бытованию науки в головах людей. А наука, она располагает к скромности. Когда вот говоришь, вот видишь, что торжевым светом, а когда вы сможете сложной, прекрасной работы, которую ты плохо понимаешь, и кидаешь в ту же разобраться, ну тогда ты, значит, в той группе, которая двигается. Уделение многое из-за этого уходит. Да, да, да. И Дима был одновременно предельно скромный, и в то же время интеллектуально честный человек, и остромыслящий, и вот конкретные научные результаты. Вот я сказал, что в астрономии внести, это, с точки зрения геометрии, не такие уже сложности, как я сказал. Но для астрономов, которые это мало что понимают, для них это откровение. Я, ну, нет, я вот приводил пример, и тогда уж, чтобы пояснить, я слушал курс Арнольда, автора теории катастроф, что вот у вас Н-Н-матрица, там Н-квадрат элементов. И деформация матрицы, все Н-квадрат элементов нужно немножечко изменять, вариации. А еще версальная деформация, где только одна строчка Н-элементов, только Н-квадрат, деформируется. И она улавливает самое существенное, что касается всей матрицы, потому что матрицу можно дегонализовать, там, значит, существенные перемены будет меньше, собственно, значение искать, и на этом языке. Так что я говорю, Арноль, Владимир Игоревич, вот, если ты типа Петрова, а по вашей теории катастроф, как устроили все это пространство, если чуть-чуть идти, типа, ой, это трудная задача, тут большое ядро, а ядро — это вырождение, это нуль функций. Нет, это... Ну, когда я с другой стороны пошел, не с жордановой формы, а с спиноров Пенроуза, там это просто деформация одномерного комплексного многочлена четвертой степени. И сразу же на языке Арнольда получается комплексный ластовичкин хвост, и все пространство, как на ладошке, спиноров Вилли, эквивалентное тензорам корривизны, по которым агрессионные поля. То есть знание языка и зная, что тебе нужно, даже математики не могут помочь. Я говорю, ой, как я... Я дружу с математикой, дружу, как я вам завидую. Мы какой-то гнуть и трубы там изучаем, смотрите, в курсовой анализ 3, анализ 4. Нет, значит, не завидуй. В математике нет критерия выбора задач. А мы работаем с реальностью. Нас греет то, что это не какие-то мерные, абстрактные структуры с двойными числами, там, бог знает, гиперкомплексные, там не ассоциативные, бог знает, чего, а тот мир, в котором мы живем. Так вот, нужны люди, которые знают, что им нужно, и благодаря этой культуре, вот именно взаимоплодотворение вот этого математического культуры, работы с этими, и рождение новых математического культур, и того, что вам надо. Только там рождается новое. Только как вот между мужчиной и женщиной, мол, не проскакивает, тогда обновление нашественного кода, в том числе социокультурно-шественного кода в виде прогресса науки. Можешь еще один вопрос? Скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, ситуация такая, что все-таки действительно в Абраме Леонидовиче не очень широко известно, хотя величина голоса, не думаете ли вы необходимым и желательным очень написать хорошую книгу? Абраме Леонидовиче где раскрыть его не только математическим языком, а даже и таким более понятным для людей, а не математикам. Вот как вы думаете? К сожалению, через 2 миллиарда секунд и приходится отвлекаться на доклады. Долг ученик, да. Я свой долг, считай, выполнил, в отличие от Игоря Новикова. Ну, Леонид Игорячук тоже, у него были новые результаты серьезные. А у Игоря Новикова книги совместно с Зельдовичем, которые очень сильно повлияли, это Зельманова. А ту задачу, которую Зельманов не решил, я решил и считаю, что вот это вот и есть. Это уже ваши заслуги, а вы написали у меня личные счеты с Зельмами, я их вот так решаю. А вот с Зельмами, вот вам, историки науки, я вам под любой материал подкину. Мне надо... А вы можете выступить как из-за науки? А я как человек, без конца дергают на телевидении с этой дешевой популярностью. Не ругайте, мне уже это малоприятно. Это все уйдет в список. Нет, 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 нет. Ну, понимаете, я уже сказал. Чего же, все, 2 миллиарда секунд. Ну, выделите полмиллиарда. Ну, хорошо. Нет, дело в том, что это такая редкость у такого человека и такой ученик. Это редкость, действительно. Остальные бежали из поля боя. Нет, остальные не пригодились. Это ваша заслуга, но и долг определенный. Подумайте. Жизнь карабана... Нет, но Деман достоин того, чтобы... Чтобы его раскрыть. Его, да, достойно. И оставить о нем настоящую память. Нет, поэтому я с уважением отношусь к Карабонскому, хотя в математической работе... Это хорошо, что там. Но он издает. Он издает. А Гаков написал книгу, где Зельману ставил первым автором. Но элементов нарезны там против самой чистой Зельмановщины нет. Я предпочитаю просто развивать идеи Зельманова. Это другое дело. Вот. Мне это главное. Вы увеличите свое имя. А вот... Нет, нет. Здесь... Я говорю, что мы все карлики, которые сбираются на плечи, и поэтому обязаны немножечко что-то дальше видеть. Потому что я не даю обещания, но сотрудничать с теми я готов. Как Брежнев, в котором вы там писали книгу. Информация к размышлению. Нет, не надо нам новой малой земли. А что вы именно... Нет, ну я... Шутку Брежнев тоже человек, кстати, и относиться к нам надо по-христиански. Но я имею в виду то, что... Ну, нужны тоже реальные факторы. Нет, я вас понимаю. У вас большое... Вы очень хорошо много делаете для истории ученых. Очень важно. Но для меня это живой человек, а не... Это не Ким Ир Сен в гравитации, там не Ким Чен Ын в гравитации. Нет, просто дело в том, что не все... Для меня живой человек. Не все это могут, а вы бы смогли. Ой. Ну, хотя бы за травку, а потом... Вы знаете, ну, нет, ну это просто нереально. Скажем, много красивых женщин, а жена одна. И надо быть ей верным. Учим. Людей много, а учителя один и надо... Но вместо книги существуют же другие жанры. Вот я... Нет, вот я дарю... Это маленькая, Где моя статья памяти Зельманова. Это две страницы. Я попросил корейников, я написал. Это две страницы, это мало. Ну, три, ну, три, ну, четыре, они больше не дают. Мы все туда пишем. Вы историко-оскономические исследования, наверное. Да, я хотел спросить, но просто... Да нет, ради Бога, если речь идет об отдельных статьях, как в мозаику такую, а потом уже... А это и многодравка. Перед началом... Нет, в составлении мозаики Зельмановщины Зельманова я готов участвовать. Я посмотрел, что есть в интернете о Зельманах. И выяснилось, что очень мало, фактически, одна страница. Друг друга... Друг друга... Друг друга... Я сегодня... Я посмотрел. Да-да-да, я смотрел. И, в общем, ну, как-то фигура, несомненно, заслуживает гораздо больше хотя бы... Может быть, вы можете статью написать? Это для вас, вот, по материалам сегодняшнего доклада. Нет, это... Историко-астрономических исследований. Труды вашего института... Вот, в том русле, я могу... Ваши личные воспоминания драгоценные, ваше рассуждение, обсуждение научных концепций невероятно интересны. Я человек со стороны... И они провокторы, даже те, кто со мной не согласен, потому что для них Томас Конн, это... А для меня это один из великих людей на них... Все, что вы сегодня говорили, было невероятно интересно. Ну, хотелось бы, конечно бы, чтобы... Вот, ну, мы записали, вот, сняли, это замечательно, хорошо. Но хотелось бы, чтобы еще вот... Хорошо, я... Писменно... Кроме устной речевой деятельности, здесь еще и письменная речевая деятельность, больше ответственности, больше основательности, больше степени объективации. Хорошо, буду... Я вас социальный заказ принимаю, и статью, если требуется... Тем более записан ваш доклад, вы можете получить... Тем более сбавник существует, и глупо существует. Хорошо, хорошо. Я... Письменный эквивалент того, что я здесь подчерикал, изображил. Да, это было бы здорово. Вы хотите еще... Да, я хотел бы сказать, что Павел Петти поступлений... Да, мне тоже кажется, да. ...кто хочет выступить по докладу. Да, Павел Сергеевич. Да, пожалуйста. Я могу... Я могу... Сказать... Немало... Я тоже... Учеников Зимовов... Хоть... Ростислав Феофорович этого не упомянул. Так... Да, один плюс один, два расщепления. Ну, что я могу сказать? Значит, я познакомился с Зимовым в 1959-м году. Значит, я был в группе профессора Иваненко. Он был моим научным руководителем. И когда я учился на физическом факультете, значит, Дмитрий Дмитриевич договорился с Зимовым, чтобы мы проходили практику. Это в 1959-м году. Ну, Зимова. В то время у Иваненко было довольно много учеников. Значит, четверо у нас было. И вот мы четверо пошли в ГАИШ и проходили практику. Ну, тогда не преддипломная, она просто практика называлась. Значит, это был Галкин, Филиппов, Сережа Филиппов, Дубинин Виктор и я, значит, четыре человека. Вот. Я вот с большим удовольствием вспоминаю вот те, то время, когда мы проходили эту практику, потому что он с нами работал очень, очень, так, тщательно и, я бы сказал, качественно. То есть, мы приходили, он нам читал сначала какой-то материал, рассказывал про хронометрические варианты, потому что это было тогда очень свежо, это называлось статья 56-го года, когда она была опубликована. И вот он нам рассказывал про хронометрические варианты, про космологию рассказывал и давал нам задачи, которые мы должны были считать. И вот он нас разделил на две пары. Значит, я был с Галкиным, а вторая пара с Филипповым, другим, каждому дал по задаче. Значит, задачи были такие, записать, записать, уравнение Максвелла, значит, в хронометрическом вариантном виде. Вот. Я не знаю, они были записаны до нас в таком виде или нет, вот, но во всяком случае мы это дело считали. Причем, он давал пари, потому что, значит, счет непростой, тем более для студентов для нас это было сложно. Вот. И вот мы на пару считали. Вот у меня была, сказать, вторая пара уравнение Максвелла, у других пара, первая пара. Вот мы считали, считали дома, приходили и сравнивали результаты. Вот. Конечно, сразу не совпадало у нас. И вот он нас опять отправлял, мы опять считали, опять приходили. И вот, когда мы это все посчитали, наш это уже выберенный, значит, результат, он этот результат взял и сказал, что если вы хотите где-то опубликовать эти материалы, то меня предупредили. Вот. Ну вот, тогда мы себе, конечно, мы были студентами зелеными, для нас еще публикация, это что-то было, сказать, великое. Вот. Но потом я только познал, что такое, значит, у Абрама Леонидовича спросить, что я хочу что-то опубликовать. Значит, Ростислав Феофанович, наверное, не затронул эту тему, а там, сказать, это тоже много можно сказать об этом. Вот. Значит, вот, это практика. Вот там же мы познакомились. Я не ставил фамилию своего, а то бы во всех работах моя фамилия стояла бы первой. Вот так говорю, Дима. Потом у него были совместные в конце жизни. Есть и другие. Психологические особенности с авторством. Да, да. Вот. Значит, это вот то, как мы, как я познакомился с нашей работой. Потом, но в течение всей его жизни последующей, я как бы с ним общался. С ним общался. И довольно, порой довольно тесно общался. Несколько раз мы были с ним за границей вместе. Значит, вот в 62-м году мы были в Варшаве на третьей международной гравиационной конференции. Вот там я познакомился еще и с Бен Роузом, который вот сейчас приехал. Вот это, так сказать, это все упоминали. Вот в прошлом году было 50-летие той конференции, куда тоже мы ездили, там были. Вот там были мы с Зельмановой. Вот тоже у меня воспоминаний много, как там все происходило. Вот. Ну, что я могу сказать? Ну, можно говорить, только замечательное, только, так сказать, возвышенное, но можно сказать, немножечко, может быть, и что-то такое не столь возвышенное. я обратил внимание на него чрезвычайно осторожность. Осторожность в те годы. За границей мы все, как-то, так сказать, мы понимали, что там есть люди, которые за нами просматривают, все, лишнее слово сказать, конечно, нельзя. Вот. И вот Абрам Леонидович очень-очень, так сказать, вел себя осторожно. Напомню, во время экскурсии к нам подошел человек и спросил, вы откуда, значит, из Польши, сказали, из России, и он нам протянул какие-то материалы на русском языке. Так что было с Абрамом Леонидовичем, он купленел. Да, это были какие-нибудь листовки. Да, вы сработали, наверное, только по пятому пункту. Да. Да. Но я должен, сказать, вот сказать, что в 62-м году, в 62-м году он выступал на этой конференции и докладывал там метод хронометрических инвариантов. Вот. Языка он английского не знал, никакого другого. А, точнее, еврей. Да, да. Вот. Так вот, его переводил на английский язык академик Фок. Вот. У меня даже есть фотография, я сфотографировал, как вот Ельванов пишет, рисует эти хронометрические инварианты, то есть это комбуленцию мировых линий, ортогональные пространственные сечения. Вот. Пишет эти формулы, знаменитые эти преобразования хрометрических инвариантов. Вот. И вот Фок. Вот, кстати, вспоминаю, Фок. Фок. Зельманова благотворил. Это для него, если, вот, Русислав Янович сказал, что Энштейн был, у него, так сказать, бог. И Фок. И Фок. Анастасиян был, он судил. Был, значит, да, Кстати, Фок представлял все работы Зельманова в докладе Академии науки. И мои в том числе. Вообще все работы по системам отсчета. Потому что Фок был четко, всегда подчеркивал, что координатная система и система отсчета это разные понятия. Совершенно разные понятия. Между ними можно установить связь, но эта связь будет специальным соглашением. Вот. Так вот, Фок, значит, представлял и там представлял научные общественности в английском. Хотя сам Фок там выступал. Выступал по-русски на международной конференции. Фок знает, сказать, и немецкий, и английский, и французский. Выступал по-русски. И сам себя переводил на французский. То есть надо ну, параллель французский. Или параллель французский. Он был, так сказать, патриотом своей, так сказать, культуры, русскоязычной научной литературы жизни. Вот. И Зельманов очень и очень его умножал для того, что вот помню, значит, сказать, через его дочку Фока мы договорились о выступлении Фока у нас на физическом факультете. Вот. Вот помню, мы встретили Фока, поднимались по ступенькам физического факультета и Абрам Леонидович следил, вот, чтобы быть на две ступеньки ниже Фока. я говорю, наступить на тень Бога. Да, это было все. Так, ну, конечно, я, так сказать, обращал внимание на такую способность с Абрамом Леонидович, он очень четко формулировал свои мессии и вообще, сказать, вот проблемы, которые стали, он очень четко формулировал. Ну, мы участвовали с ним вместе во многих заседаниях, уходили в секцию гравитации Мингос СССР, значит, я был ученым секретарем, значит, Зельнова был членом секции, там обсуждались разные вопросы, всегда Зельнова очень четко выступал, и, сказать, формулировки, и, сказать, да, анкетные данные. У меня, поскольку, поскольку я был ученым секретарем секции, и мы формировали делегации для поездки и, значит, и в Варшаву, потом в 65-м году в Лондон ездили, потом, так сказать, еще другие места. У меня сохранились анкеты, написанные лично Абрамом Леонидовичем, где он, так сказать, пишет, так сказать, что анкеты тогда очень аккуратный почерк был. аккуратный почерк. Тоже говорит о человеке. Все это записано, записано, но те данные, которые Росислав Феофанович приводил. Так, теперь насчет хронологических инвариантов. Да, это чрезвычайно важный результат, чрезвычайно важный результат, который мы получили прямо из первых рук от самого Джейманова, который мне очень пригодился потом. Мне это очень помогло моей работе по разным направлениям. но тут есть одна тонкость. Значит, в 60-х годах, это уже где-то к концу 60-х годов, нет, ну да, где-то в середине или к концу 60-х годов я обратил внимание, что ведь метод хронологических инвариантов это один плюс три расщепления. Я заинтересовался пятимерием. Пятимерия один плюс четыре расщепления. В те времена мы про то, что делают за рубежом литературу как-то плохо знали. А тут как-то мне попались материалы и я обратил внимание на значит что пятимерия можно изображать так же как в хронологических инвариантах. выделять не координату времени а пятую координату которая не такая как четыре классические я начал развивать аппарат строить потом я нашел работу Эйнштейна и Бергмана 1938 года где это было сделано аккуратно не так четко как в методе хронологических инвариантов и вот я пришел к Абраму Леонидовичу мы с ним встречались я его всегда считал одним из своих учителей и говорю Абраму Леонидович ведь это же можно эти хронологические варианты как пятимерии вот уже тогда я и познал Эйнштейна Бергмана эти работы и Зельманов к этому отнесся очень и очень положительно и я понял что он это знал он это знал что та же самая методика 1 плюс 4 и 1 плюс 3 расщепления но замечу Эйнштейн не догадался это применить для писания системы отсчета и до конца дней своих он путался координатной системой системы отсчета а вот здесь заслуга Зельманова в том что он это разделил он применил для писания системы отсчета вот так что вот это очень важно теперь по поводу кинеметрических инвариантов по поводу кинеметрических инвариантов у меня случилась история такая значит дело в том что я в работе в группе профессора Иваненко имел смелость заняться проблемой квантования гравитации конечно по молодости по глупости не знал насколько это сложная проблема вот только потом я понял что в течение всего 20 века ей занимались тут и Уиллер и Бейман и Дирак и вот значит я стал читать работы Дирака Арновита Дезера Мизнера и других авторов и смотрю у них что-то в формулах пишется но не так как в хронометрических инвариантах я хотел приложить работу по монтованию на метод хронометрических инвариантов но смотрю нулики у хронометрических инвариантов снизу а там сверху пишутся кинеметрические да никто тогда еще не знал и землю не знал вот и вот значит мы по этому поводу потом поняли что этот метод это как хронометрические инварианты только так сказать нужно менять преобразования и так далее вот и мы принесли написали значит припринт опубликовали в Киеве это было уже 72-й год когда там Герагас был вот я ему принес этот припринт где это указано Зельманов изменился в лице и сказал какое право вы имели заниматься этой проблемой не спросили моего разрешения проблема приватизации научных идей в науке да у него был так сказать вот такой вот принцип что надо было спросить у него можно ли этим заниматься вот а если бы вы говорите это спросили я бы вам выдал эти результаты и не надо было бы вам это делать я верю что у него они были мы получили независимо вот была такая вот история а потом была история значит он значит наставил на том чтобы мы указали что приоритет Зельманова все таки в этом вопросе несмотря на то что опубликовали мы первыми вот и мы в одной из своих статей писали Бачевский раньше опубликовал а Балдану знал но не опубликовал боялся крикобиотийца а Бачевский никого не боялся но кинеметрический вариант это очень важная тоже калибровка монадного метода кстати еще общего варианта монадного не было это было позже уже сделано так сказать это уже было так сказать позже вот так вот дело вот в чем что оказывается в общей теории относительности есть привилегированные системы отсчета вот часто говорят что вот Ньютоновская теория или спецтеория есть инерциальная система отсчета а в общей теории относительности там кривизна там скривоза общая относительность да да общая относительность ничего подобного есть привилегированные системы отсчета это система отсчета без вращения нормальные системы отсчета и вот я понял тогда почему Дерак и так сказать Арнови Дезер Мизер пользовались этим аппаратом не зная что это кинеметрические варианты не связывая а на самом деле это оказывалось что решая сложную задачу вообще решаешь нечто сложное не вертись без вращения вот у них была нормальная система отсчета и вот это ему упрощало это рассуждение и фактически те 4 переменные которые они выделяли которые не должны квантоваться они описывают характеристики системы отсчета нормальной системы отсчета вот это не подлежит к квантованию а квантоваться должно быть то что остается вот за вычетом этих степеней свободы метрического центра вот так что вот это очень интересно тоже был эпизод ну очень много других вопросов могу рассказать вспоминаю как образовывался семинар мы с ним обсуждали он я был секретарем семинара Иваненко гравитационного а Зельманов считал что нужно еще гравитационный семинар ГАИШ организовать вот мы это обсуждали как это сделать какие даже доклады ставить помню на одном я с первым выступал Мицкевич потом на третьем и четвертом я выступал вот и так далее так что вот этот семинар я помню как он который сейчас называется семинар не Зельманов но уже совсем другая идеология совсем другие люди это уже совсем совсем не то да вот что еще интересного было вот ну помню как значит как действительно он любил своих родителей вот как скончался его отец как он это переживал он вообще был в трансе сказать что делать мы с ним ходили на кладбище это Гастряковское кладбище а я сидел на телефоне и настоял чтобы подошли на это вот там мы договаривались как где хоронить как там все вот он был страшно расстроен страшно так сказать вот так что вот это вот вспоминается вот ну конечно многие идеи которые которые он выдвигал и в статьях писал и в личных разговорах высказывал мне очень помогли ну например мы с ним обсуждали вопрос я занимался квантованием гравитации то есть как в микромире будет какая будет теория микромира там квантовая теория гравитации или вообще что-то такое ещё более существенное вот он говорил что теория будет скорее всего микротеория микромира будет либо полиметрической либо аметрической и вообще значит понятие метрики это же чрезвычайно важное понятие это еще Римман Римман в своей статье о гипотезах лежащих в основании геометрии поднял вопрос, откуда происходит метрика какова физическая причина этого геометрического понятия и вот это Зельманов утверждал что понятие метрики в рамках существующей теории мы на этот вопрос ответить не сможем потому что это тот основной камень, на котором мы держимся, находимся а уже на этом понятии все строится поэтому вывести его из того, что на этой основе строится, мы не можем мы должны что-то копнуть глубже вот этот вопрос тоже я запомнил конечно и Куб Зельманова потом, занимаясь парадигмами, я свой Куб придумал он принципиально иной Куб Владимирова но идея, так сказать, что трехмерный трехмерный Куб, да это три парадигмы три оси, это пространство, время, частицы и поля и вот, так сказать, строится Куб из физической реальности на которую можно смотреть под разными углами зрения вот это нечто другое видимо, так сказать, повлияло, конечно то, что, может быть, подсознание это запало в свое время так что, мне кажется, что действительно действительно он высказывал очень много хороших идей ну и, конечно, и про космологию вот, и про применимость общей теории относительности он был склонен соглашаться с Фоком что всякая физическая теория имеет свою сферу применимости в том числе и общей теории относительности так что вопрос, а насколько мы можем продолжать на Вселенной в целом это терминология Зельманова вот, в целом это вопрос вообще-то вопрос и всякий, так сказать, нормальный физик должен об этом задумываться и знать это в отличие от Зельдовича который заявлял, что нет никаких данных которые бы противоречили теории относительности поэтому можно на Вселенной в целом вот, так что это тоже его мнение чрезвычайно важно вот ну, что ж ну, вот такие вот, наверное, воспоминания вот, я рад здесь присутствовать рад, что вы здесь собрались чтобы фактически вспомнить о такой вот очень интересной очень, так сказать, неординарной личности большом ученом который большое влияние оказал на развитие гравитации вот я должен сказать, что до сих пор до сих пор в многих работах по гравитации имеется путаница между системами счета и координатными системами вот в том числе и вот у нашего бывшего ректора Лугунова который этого не знал не знал он говорил вот, так сказать, вот тензор тензор а что экспериментатор может измерять измерять тензор всегда компоненты его зависят от выбора координатной системы делайте преобразование вызвать другие величины а вот Бродинскому пойти что он будет измерять вот так вот тут нужно будет он не знал понятие системы отчета вот если бы знал то он бы знал что экспериментатору нужно идти и указывать скаляры которые он только может измерять а скаляры строятся на основе методов хронометрических инвариантов то есть систему отчета вы задаете и там проецируете например на направление Тау направление времени или так сказать берете инвариант пространственное направление так что вот это вот чрезвычайно важно это был один из доводов Лугунова почему нужно сказать спасибо Эйнштейну как запройденный этап и переходить к его линзивистской теории гравитации где что верно то не ново что ново то не верно да так что он этого не знал он еще много чего не знал вот поэтому была такая критика в свое время с его стороны значит общей теории относительства Азимбан все давно знал но душой начальник всегда слушается тех людей которые стоят ниже вот по какой-то там служебной лестнице так что вот это вот нужно нужно сказать действительно действительно помнить действительно это вошло мы во всяком случае вводим науку в общую теорию относительности то что я сказал почти так сказать частично я об этом написал вот Владимир Павлович прецензент моих книг узнает что я писал в этой книге первой во второй и в третьей книге между физикой и метафизикой так что там у меня есть не по абзацу там больше написано вот ну а сказать идеи его я использую в своих других книжках и в своих работах и считает у меня есть книга классической теории гравитации я читаю лекции по общей теории относительности на физическом факультете НГУ значит вторая часть вторая часть моего курса годовой курс она целиком опирается на метод вот один плюс три один плюс четыре расщепления то есть вот это фактически то что я взял то есть студентам целые полгода это все рассказываю что такое хрометрический вариант кинеметрический общековариантный монатный метод вот и применение этих методов для анализа фундаментальных проблем то есть и для проблемы законов сохранения и то чем Зельванов занимался вот Ростислав Феофанович в этом говорил вот и приложение к определению гравитационных волн вот и потом я рассказываю про пятимерие и я считаю что мне удалось значит ну улучшить так сказать то что было сделано в пятимерии раньше потому что там были как бы первые основные идеи первые наметки а уже все это разработано было в рамках методах хрометрических вариантов я как бы вернул вот эти эти эту идею назад в пятимере и получается довольно мне кажется очень интересная так сказать формулировка теории Калуцци теории Клейна и даже об общении на более высшие размеры стены 6 на 7 на 8 измерений это уже применяется так сказать фактически это все я истоки заложены от общения отдельно так что я тоже ему очень глубоко благодарен за все это за те знания за те идеи которые я получил а в отношении школы научной научной школы понимаете вот какая штука вот Зельманов мог в 44 году действительно получить докторское звание вот но потом он не защищал не защищал так сказать упорно не защищал докторскую диссертацию хотя ему многие говорили я помню и Ваненко говорил и там другие говорят ну Абрам Ленин какой-то кандидат доцент так сказать ну выжить значительно вышел вот он как я понял из таких личных бесед он считал знаете жизнь сложная мол не бьет по высоким деревьям мне кажется он прожил вот те времена которые которые многому людей научили да многое научили и он долгое время не не защищал а дальше что такое такая такая ну если я кандидат то значит ученики ну ладно до кандидата он еще поддерживал а уж докторов он не очень приветствовал и вот так сказать вот когда шли на докторскую вот я знаю вопросы истории с Захаровым так сказать наверное Ростислав Феофанович Зельдович вот а вот другие ученики Новиков Грещук Грещук они для того чтобы нашу следующую ступень они ушли они ушли к Зельдовичу вот так что вот так многоступенчатая ракета Грещук отработал такая вот история вот там тоже много было всякого связано с этим поэтому как-то он не стремился к созданию школы и около себя и по рангу он уже не мог большую школу содержать ну а из его учеников я могу назвать значит ну вот Ростислав Феофанович там был Штейнград Захаров был я себя причисляю к его ученикам Грещук Новиков да Новиков Грещук да Грещук я помню писал еще рецензию на его дипломную работу в свое время так ну Галкин тоже Галкин потом уже в аспирантуре был в конце 60-х годов Закир Хабибов Лина Харбедия да Харбедия Лариса Борисова Рябунский это Рябунский да Герда Хлебова Григорьева Борисова вот это все его ученики которые вышли начать ну продолжают работать я думаю не так много использовать так что школы не получилось большого а ученики есть так что такие мои воспоминания спасибо я очень рад и сказать что я здесь присутствую и что вы вот помянули столетие со дня его рождения так что был бы очень интересный толковый помянули мне мне хотелось добавить буквально два слова во первых интересно что как будто иногда судьбы пересекаются ну Гадич это очень маленький городок и наверное далеко не все бывали в нем а у меня судьба сложилась так что я как раз в нем побывала и в начале перед самой войной мы оказались с бабушкой двумя братьями в далекой глубинке под Полтавой в маленьком селе семья давно мечтала там так сказать поддохнуть и вот когда началась война мы только что приехали вдруг началась война уже наш отец спасал буквально немцы шли буквально могли нас уже оккупировать и нам с трудом за 25 километров сел весенцо дал председатель лошадь ну там трудно и мы добрались до Гадича Гадич был тихий тихенький городок чистенький у меня впечатление было сильное хотя мы вечером приехали а утром с последним автобусом добрались до Полтавы и много лет спустя я узнала что там родился Абрам Леонидович как-то так это меня тронло что я хотела мне вспоминать ассоциации такие ведь действительно есть люди все-таки я думаю что Абрам Леонидович принадлежал к всем людям что называется одинокие волки у которых и не могло быть школы например не было школы и не могло быть у Кеплера не было у Ньютона вообще два студента его слушали остальные не могли ничего понять избегали вот и таким образом например действительно их оценивали даже ну не Ньютона а Кеплера в сущности много спустя после их кончины и вот тоже интересно даже такое получилось опять-таки аналогия в свое время вот вы говорите что действительно Зельман несколько обиделся почему к нему не обратились за некоторыми важными вопросами он бы сразу сказал что-то а вы уже дошли сами а ведь такая же ситуация была с Ньютоном сколько людей бились над так сказать законом по какому по какому ну ГУК это вообще да был совершенно почти они целая группа такая этих лондонских членов лондонского общества даже Рен обещал дать так сказать премию там 40 шиллингов чтобы найти формулу по какой кривой будет двигаться тело под действием уже все догадались что обратно профессиональные квадратуры расстояния сила и вот никак не могли вели замечательный парабола было уже известно и галлеи все парабола да но вот чтобы доказать что именно по коническим сечением под действием такого и вот наконец дошло вспомнили о том что профессор в Кембридже Ньютон и обратились ну знали как крупный математик и к нему обратились и обратился ГУК и все это и он сказал что он давным-давно все сделал забыл даже потерял и так далее но там это сыграло так сказать он действительно дал это все теперь далеко не каждый не сразу не только учеников Ньютоновские принципы в первый понял его друг потом недруг этот Вильям Уистон который по религиозным отношениям они разошлись с Ньютоном и стали врагами Ньютон даже не пропустил его члены Лондонского общества и даже изгнал из университета отовсюду тот частным образом 40 лет прожил но именно Вильям Уистон первый отреферировал и понял принципы Ньютона и даже сразу же творчески использовал он первый дал идею катастрофической планетной космогонии именно на основе теории Ньютона вот такие вот ситуации с такими гениальными одинокими вершинами такими и поэтому я была очень рада что сегодня вот наш докладчик Ростислав Феофанович он действительно такой редкий случай что такой ученик почему я к нему и приставала что необходимо необходимо такой долг выполнен все эти телевизионные все это забудется а вот это никогда не забудется и последнее что я хотела вспомнить из моей личной жизни когда-то в 67 году начали это в 64-м мы издавали целую здесь серию как известно я работала здесь в институте истории студентной техники и издавали серию истории наук по к 50-летию советской власти вот в 67-м году должен был выйти наш том истории астрономии там я была ученым-секретарем литколлегии поэтому я подбирала авторов и всех ориентировала это были в 60-е годы это еще даже началось до свержения Хрущева и было развитие астрономии в СССР за 60 лет астрономия на крутых поворотах это потом это уже потом это я это потом уже там и статья есть так что конечно и я пригласила в частности Абрама Леонидовича и он писал у нас там космологию вот но главное я ориентировала всех авторов сама вдохновленная этим 56-м годом и когда у нас Кольман выступала все это у нас перевернулось и я так сказать очень ориентировала на изложение истории со всеми ее темными светлыми зигзагами генеральной линией да вот и ну как известно был настоящий бой за то чтобы сохранить хотя бы минимальную информацию о Пулковской трагедии это самое главное это было буквально два слова ну кончилось с тем что мое имя это вычеркнули но все-таки удалось чуть-чуть сохранить и меня вот что поразило там когда этот вышел том наш то значит Лев Славанч Полок был ответственным редактором и мы с ним в общем вели эту борьбу даже я его подталкивала на это и он очень мужественно провел это все и смело и вот я никогда не забуду мы на площади значит революции там в метро вечерком они мне значит Полок дарит книгу это вот вышедшую только что этот том развития астрономии там моего имени уже нет и он своим размашистым почерком пишет Алине Еремеевой вложившей столько сил души столько сил столько души в эту книгу я конечно была просто растрогана он подписывается рядом стоит Абрам Леонидович они вдвоем были вы не представляете это уже 67 год когда уже бой когда уже Кедров назвал меня антисоветчиком и так далее в общем все это прошло и Абрам Леонидович и эта борьба надо сказать была очень известна в Гаиши в остросовете он был в курсе дела Зельманов как ему трудно было подписать это вот я чувствовала прямо вот вот насчет осторожности и он подписал тоже мне и у меня две фамилии Полок и Зельманов и вот это я особенно оценила хорошо быть смело как говорится плохо тот строй по которому чтобы быть человеком надо быть героем вот он так сказать это сделал просто большое очень конечно значение вот ну а так вообще разумеется я очень хорошо помню как он выступал в Гаиши он действительно славился на таком анекдотах причем очень таких острых и потом еще такое я не знаю это слухи или нет что именно его вот эта последняя жена кстати я думала что она первая оказывается у нее много было вот что это последняя жена вот которая как сказать женили его как бы она была настолько настойчивым человеком что она его заставила защититься и это мы всегда считали ее заслугой и когда я услышала вместе с Ковским они ее ну она на большую я не имела чем Ковским чтобы его сработало ну это то что он пережил вот но во всяком случае вот эта роль жены здесь была какая-то особенная и поэтому меня ужаснуло то что роль его патчерицы что же это такое произошло чтобы у нас прошло Грищука тот могло рукой а он так как рыцарь скупой все это берег от всех ну это конечно это просто трагедия да вот я помню как он уже последнее время выступал у него ведь с голосом было что-то он совершенно горло что-то он говорил абсолютно вот тихим вот так буквально ему нужно было обязательно вот и все-таки мы его очень так-то хорошо помним даже помню как на докторской мы были на этом банкете как бы там все это конечно человек был вот я бы так сказала вот бывают такие гениальные люди громкие мне кажется его можно назвать тихим гением и далеко не поэтому особенно еще раз возвращаюсь к мысли цены нет вам как его ученику поэтому я вам все вы нет вы это не ваша заслуга это нужно ну и конечно это вы такое умное что все это собрали в себе и вы должны это выплеснуть и тогда это будет правильно вот это мое такое пожелание но я думаю что вы это сделаете специальный заказ да кто еще хочет выступить по докладу Юрий Николаевич ну что может быть мы тогда поблагодарим докладчика может быть мы хотим что-то сказать приятно было узнать я как-то не предавал но знаете как вот я помню в советское время а вы Ленина видели какого-то ну видел но я как-то не думал что это вот уже буду спрашивать про Ленина но так же и здесь родной человек ну как что он великий но он человек со всеми человеческими измерениями что касается вот прямая система отчета вот о том Юрий Николаевич сказал Юрий Сергеевич Владимиров это еще в 19 веке было когда исследовали сатополосонные геометрии ГАОС и компания и потом исследовали одномерное и коразмерности один объекты и уже тогда было известно что вот это синхронная система отчета она лучше знать полу-гидриджик любую гиперповерхность пускайте гидазические и эквидистантные гиперповерхности строите это система отчета где там ЖН0-1 ЖН0-1-2-1 это известная вещь но она не такая хорошая как вы считаете Юрий Сергеевич потому что есть действительно две прямые системы отчета одна сопутствующая среде которая прогибает пространство-время ну собственно значение вектор Тензора-ритчи то есть ритчи-каноническая а другая свободная часть есть и поле сопутствует которое отрывается конформная кривизна ну например Шваршель там это речи плоский мир значит там тоже тетрада где каждые два вектора дают экстремальное значение уже конформной кривизны так что и четыре собственных значения еще шесть углов которых связывают все четырестные невероятно кривизны Тензора-риммана так что есть прямая система отчета даже не в смысле гармонические или там полу-гидазички а такие вот которые ну а я не знаю тут про анекдоты сказали этому рассказать или не сказать анекдот Зельманова не надо? надо-надо а надо нет ну вы сказали что он острый так вот он острый ну хорошо это уже как бы не для официальной истории выключите микрофон да нет это все ерунда я просто анекдоты они характеризуют человека но анекдот Зельманович даже при еще обществе рассказывать не очень ну в мужском еще можно а тут тоже Зельманович характеризует ну и ну вот анекдот Зельманова значит приезжает на каникулы из гимназии сын значит у отца отец собирает гостей значит спрашивает что-то изучаете там ну вот и немецкий язык изучаете да вот ну вот почитайте значит и дают этому гимназисту книгу значит Гёте Этише и поэтше Убюнген тут суть анекдота в том что есть такая классическая книга Гёте господина Гёте ну а о мляуте мляуте там в заглавии не пишутся с двумя точками пишутся еще буква Е добавляется ну прочитайте значит что за книга вот он читает значит гимназист фон хер го ете етише ун поэтише уебунген мальчишка так бороду почесывает поглаживает читайте вы хорошо и познание есть только произношение несколько матерное ну вот анекдот зеленого спасибо мы очень рассчитываем на вашу статью для ИАИ с анекдотом давайте нет ну ладно это было теперь последнее объявление о следующем нашем заседании оно состоится через неделю 16 апреля доклад Алины Вячеслав Еремеевой Вильям Гершель 275-летию со дня рождения пожалуйста приходите Вашу библиотеку на посещателе так а у нас